Умала, что Лям может быть противником этого монстра, но он рвался вперед с силой и мощью. Закончится ли этот бой так? Действительно ли Ляму удастся убить этого монстра, не дав ему шанса дать отпор? Она сглотнула, в трансе наблюдая за движениями мужчины. Глава 320. Ну и что, Граа? Темный эльф сопротивлялся, вены на его лбу лопались от гнева. На самом деле его не так уж сильно беспокоила черная слизистая едкая смоляная жижа, прилипшая к его телу. Но мысль о том, что кто-то планировал, разрабатывал стратегию и играл с ним, как он играл со своей добычей, заставила его взбеситься. Такая вещь была чрезвычайно унизительной для любого, не говоря уже о ком-то вроде него. Однако, к сожалению, это было только начало. Вскоре темный эльф обнаружил, что смола, попавшая на его тело, точно так же раздражает. Осадок помешал ему снова войти в режим скрытности и исчезнуть из поля зрения противника. Это был любимый метод нападения темного эльфа. Ему нравилось терроризировать своего врага и оказывать на него максимальное психическое давление, прежде чем броситься, чтобы насладиться убийством. Но теперь он не смог этого сделать. Граа Синека Дритти. Темный эльф яростно закричал и бросился к Ляму, который уже отошел на значительное расстояние, увеличив дистанцию между собой и эльфом. Только дурак будет сражаться в ближнем бою с убийцей, который к тому же более высокого уровня. Но по тому, как действовал темный эльф, казалось, что независимо от того, какое расстояние Лям создал между ними, этого никогда не будет достаточно. Он бросился к парню, как будто хотел разрезать его на миллион кусочков. Однако, сделав несколько шагов, лицо темного эльфа снова изменилось, став на несколько оттенков темнее и исказившись. Он наконец понял, что его скрытность была не единственной затронутой вещью. Его скорость тоже была не такой быстрой, как должна быть. Особенно для убийцы способность исчезать из поля зрения, а также его скорость, ловкость и рефлексы были подобны его двум ногам. Но с одним трюком Лям отрезал ему обе ноги и заставил его споткнуться и упасть. Как он теперь сможет сражаться в полную силу? Темный эльф завыл в безумном неистовстве. Лям также не упустил этот шанс и продолжал обстреливать темного эльфа одним огненным шаром за другим, посылая мощные удары. Бам-бам-бам-бам. Первые два удара пришлись на темного эльфа, но он был слабаком, чтобы просто так их все принять. Он презрительно фыркнул и начал раскалывать все огненные шары на две части только своим кинжалом. Он нарезал атаки Мана небрежно, как будто он просто разрезал воздух. Его покрасневшие глаза смотрели на Ляма с видимой ненавистью. Он был похож на дремлющего дикого волка, проснувшегося от своего отдыха. Он зарычал на Ляма и бросился на него, выкладывая все, что мог. Ты забрал мою скрытность и скорость? Ну и что? Он не был остановлен этими препятствиями и бросился на Ляма, рубя его кинжалами. Его взгляд призывал Ляма сделать все, что в его силах, и он не делал этого без адекватной поддержки таланта даже с такой скоростью. Темный эльф все еще оставался силой, с которой нужно считаться. Он излучал жестокое и зловещее намерение убить и бросился к цели. При восходство его техники ног и статистики показало их силу в этот момент. Лям пытался кайтить его, одновременно время от времени посылая несколько атак. Темный эльф также не остался без дела и выпустил несколько дротиков в Ляма, когда он преследовал его, медленно сокращая расстояние между ними. Я не могу позволить этим дротиком поразить меня. Лям замедлил себя еще больше, чтобы уклониться от атак. Противником, с которым он столкнулся на этот раз, был кто-то, кто баловался ядом или, возможно, кто-то, кто мог забрать душу одним ударом. Таким образом, даже один удар в лоб был исключен. Его единственным вариантом было пожертвовать своей скоростью, чтобы убедиться, что он уклонился от всего. Увидев это, темный эльф фыркнул и послал еще несколько атак. В какой-то момент Лям уже не был уверен, что ему просто мерещится или действительно существует так много дротиков. Может быть, некоторые из них были просто образами или иллюзиями. Лям бросил еще одну бомбу дегтя и одновременно послал несколько ледяных шаров. Глаза темного эльфа сверкнули, когда он увидел знакомую бомбу, поэтому он быстро избежал ее. Однако ему не удалось избежать всех ледяных шаров. Он закончил тем, что получил удары от двух из них после уклонения от двух и разрезания одного кинжалом. И бинго! Лям усмехнулся. Ледяной шар лопнул на худом теле убийцы, забрав кусок его здоровья, а также еще больше снизив его скорость. И на этом он не остановился. Он знал, что это был единственный шанс, который он собирался получить. Он не был знаком с высокоуровневыми навыками убийцы, и у этого парня, похоже, было несколько таинственных трюков в рукаве. Лям знал, что должен что-то сделать, если хочет получить шанс на победу. Он должен был сделать это сейчас. Эта смоляная бомба и этот дебов ледяного шара были максимальными преимуществами, которые он получит. Он должен был использовать их правильно и, по крайней мере, забрать половину или более половины здоровья темного эльфа. Однако темный эльф не давал ему шанса. И Лям тоже пока не был готов уклониться. Он бросил в парня все, что у него осталось. Видя это, все остальные оставались на своих местах. Их жизнь и смерть зависели от этого незнакомца, и они тупо смотрели на шоу. Ни у кого не осталось сил, чтобы помочь Ляму. Алекс попыталась что-то сделать, но снова потерпела неудачу. Более того, все перед ней происходило с молниеносной скоростью. Она могла только тупо смотреть и видеть серию ярких огней, ярко сияющих в темноте. И спустив долгий вздох, она слабо протянула руку вперед, чтобы взять упавшую бутылку с зельем здоровья, и проглотила ее. Давай, давай, пробормотала она едва слышным голосом, желая, чтобы ее тело двигалось или даже было в состоянии сделать что-нибудь. Однако она все еще не могла ничего сделать. Она чувствовала себя полностью опустошенной, и ее состояние с каждой секундой только ухудшалось. Тем временем Лям продолжала доливать убийцу, используя весь спектр своих способностей. Даже при этом убийца был похож на таракана, и он не собирался быстро сдаваться. Из-за разницы уровней атаки Ляма не были эффективны на 100%. Противник также обладал высокой физической устойчивостью, тело эльфа было покрыто многочисленными шрамами. Лям знал, что эта борьба не будет легкой. Он сражался против опытного ветерана. Тем не менее он уже был здесь и начал борьбу. Таким образом, он продолжал уничтожать здоровье темного эльфа, одновременно избегая всех его атак. Он смог сделать это только из-за небольшого окна возможностей, и он хотел использовать все время дебафа. Но в процессе темный эльф-убийца прорычал. Хватит. Глава 321. Солирование босса. Убийца темный эльф зарычал и что-то достал. Он сунул это в рот, а затем снова достал из кармана что-то еще. В следующее мгновение, прежде чем Лям успел среагировать или что-то сделать, внезапно густой черный туман окутал местность. Когда густой черный туман распространился, другие почувствовали, что их тела дрожат. Даже Алекс заметно дрожала. Среди этого злобного, зловещего черного тумана у одного только темного эльфа была странная улыбка на лице. Все видели это, и маленькая надежда, которая зародилась после встречи с Лямом, также исчезла. Они могли сказать, что темный эльф активировал какое-то секретное заклинание. После этого что с ними будет? Увидев страх на лице каждого, ухмылка эльфа расширилась, когда он уверенно начал свою контратаку. Но в этой ситуации все еще было что-то странное, что беспокоило его. Все остальные, казалось, были затронуты. Однако, как ни странно, один Лям все еще выглядел спокойным и устойчивым. Черный туман, казалось, вообще не влиял на него, и у эльфа было плохое предчувствие. Он наблюдал, как лицо его противника сменило несколько оттенков от напряжения до шока, а затем до радости. Выходите. Лям громко закричал, почти сразу, как только черный туман распространился и на лице темного эльфа появился странный блеск. В следующее мгновение все были совершенно потрясены, наблюдая, как откуда-то появилась небольшая группа цыплят и кроликов. Прежде чем они смогли переварить этот аспект, из ниоткуда появились два гигантских голема, Лям решил по-настоящему выложиться. Эта битва того стоила. У големов осталось немного здоровья, потому что они еще не полностью оправились от предыдущей битвы. Но этого было более чем достаточно. В конце концов, Лям был только против одного противника в данный момент. Приказав защитному голему воздвигнуть барьерманы и охранять Эликс и группу других раненых игроков, Лям не стал терять эту драгоценную возможность. Он начал обрушивать весь от на темного эльфа. Разрыв, из-за которого ему было тяжело ранее, внезапно исчез из-за присутствия пустоты. Теперь у него больше не было недостатка. Настала его очередь доминировать и закончить этот бой раз и навсегда. Ха-а-а. Лям взревел и рванулся вперед. Пустота дала ему новую энергию и наполнила его истощенное и усталое тело. Борьба с этим эльфом в течение нескольких секунд была гораздо более утомительной, чем любое сражение, с которым он когда-либо сталкивался. Этот противник проверял его способности до крайности. Лям не колебался и сразу же начал с самого сильного навыка в своем арсенале, особенно из-за присутствия пустоты. Огненный шторм пустоты. Он командовал пустотой в воздухе вокруг себя, благодаря специальному устройству эльфа, а затем в следующие мгновения нанес ущерб худому и темному телу убийцы. Не давая ему возможности использовать пустоту для своих собственных заклинаний, он использовал все это, чтобы произнести огромные заклинания. Массивное пламя ревело, как будто оно было живым, и осветило весь лес. Даже близлежащая растительность загорелась из-за этого. Ильям на этом не остановился. Лезвие ветра. Огненный шар. Ледяной взрыв. Молниеносная змея. Земляной шип. Он использовал каждое заклинание, которое у него было, и забаррикадировал темного эльфа со всех сторон. Он заключил эльфа в тюрьму только своими заклинаниями и не позволил ему выздороветь. В то же время он также держался на расстоянии от темного эльфа, следя за тем, чтобы кинжал врага не ударил его даже единожды. Это было его самым большим или, скорее, единственным ограничением, поэтому он сражался как маг, а не как боец ближнего боя. Вместо этого он позволил другим своим приспешникам выполнять работу. С одной стороны, стоял высокий голем, как статуя из металла и камня, и изо всех сил пытался ударить эльфа и расплющить его о землю. С другой стороны, кролики и цыплята бомбардировали эльфа один за другим. Они не наносили никакого значительного ущерба, но раздражали парня до чертиков, не позволяя ему думать или двигаться должным образом. Лям усмехнулся, увидев страдания темного эльфа. Его здоровье также начало принимать огромные удары. Видя, что чудовищный показатель здоровья, которое исчислялось в миллионах, наконец начал рушиться, как фондовый рынок, Лям удвоил свои усилия и продолжал атаки. Один за другим сильные мощные удары сыпались на убийцу. Увидев это, другие тоже начали радоваться. Сначала казалось невозможным, чтобы один человек мог победить темного эльфа, который был также силен, как босс с подземелья. У них не было никакой надежды. Но теперь, видя, что все происходит, они, наконец, почувствовали, что их дыхание участилось, а сердце учащенно забилось. Аликс также втянула большой глоток воздуха. Все шло в их пользу. Действительно ли Лям разберется с этим монстром соло? Все ли они будут спасены? С громко колотящимся сердцем она наблюдала, как здоровье темного эльфа продолжало падать. 80% 70% 60% 50% И оно все еще продолжало снижаться. Он действительно собирался это сделать. Не так ли? Аликс облизала сухие от волнения губы. На вкус это было горько и больно, но ей было все равно. Она, наконец-то, выберется из этого ада. Она перевела взгляд с темного эльфа, которого избивали со всех сторон, на Ляма, чтобы подбодрить его и поддержать. Однако выражение его лица было странным. Словно бы он усердно думал о чем-то. Это не было похоже на лицо того, кто был на пути к абсолютной доминирующей победе. Он совсем не выглядел счастливым. Как раз в тот момент, когда она задумалась, не случилось ли что-то не так, лицо Ляма внезапно потемнело. Алекс услышала громкие вздохи вокруг нее, и она быстро посмотрела на темного эльфа, чтобы увидеть, как он смеется. Темный эльф-убийца на самом деле смеялся, как сумасшедший. Его голос не был слышен из-за всех атак, обрушившихся на него в данный момент. Но если посмотреть на него, было ясно, что эльф улыбается. Он улыбался от уха до уха, глядя на Ляма с таинственным блеском в глазах. Что, черт возьми, происходит? В следующее мгновение внезапно все резко остановилось. Здоровье темного эльфа перестало падать. Он двигался, легко вырываясь из заклинаний Ляма, и уклонялся от многочисленных призраков, натыкающихся на него и толпящихся вокруг. Он также легко ускользнул от голема и появился рядом с Лямом без какого-либо предупреждения. Кача-кача-кача встревожившись, Лям быстро отступил на несколько шагов. Он старался сохранять спокойствие и внимательно наблюдал за всем, что вдруг изменилось. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Посмотри на свое лицо. Темный эльф громко хихикнул, а затем его улыбка мгновенно исказилась во что-то зловещее. Ты действительно думал, что я проиграю? Глава 322. Ты действительно думал, что я проиграю? Ты действительно думал, что я проиграю такому ничтожному человеку, как ты? Темный эльф усмехнулся. Хе-хе-хе. Как досадно, ты думал, что выигрываешь? Нет, это не так. Он высунул язык, медленно облизывая лезвие своего ножа, и начал маниакально смеяться. Лиам проигнорировал насмешки темного эльфа и сосредоточился только на своих движениях рук и ног, подняв концентрацию до максимального уровня. Он не хотел, чтобы его вводили в какое-либо заблуждение или обман и застигли врасплох фактической атакой эльфа, которая могла быть чем-то совершенно другим. Однако темный эльф продолжал хихикать и выглядел так, будто не собирался предпринимать никаких действий. Что? Мысли Лиама были прерваны, когда руки эльфа наконец двинулись, и он потянулся к своему карману, вынимая что-то. В этом не было ничего особенного. Это был просто крошечный черный шар, с которым Лиам уже был знаком. Это был тот же самый черный шар, который он получил от темных магов, и это был тот же самый черный шар, который он передал королю, чтобы завершить задание королевства. Он пытался понять, что происходит, и эльф тоже мало что сделал. Он просто поместил шар между большим и указательным пальцами, а затем без предупреждения. Краек. Он щелкнул его. Черный шар треснул, из него вырвались различные полосы света и сразу же окутали Лиама. Наслаждайся. Темный эльф хихикнул. В следующую секунду, прежде чем Лиам успел среагировать в его чувства, а точнее в мозг, хлынуло множество эмоций. У него даже не было возможности что-либо понять, и на него напала ослепительная головная боль. Все болело, как будто все вот-вот лопнет. Психическая атака была настолько интенсивной, что рот Лиама непроизвольно открылся и он стал хватать воздух. Гнев, боль, агония, страдания, сожаления, печаль, каждая негативная эмоция, о которой он мог думать, атаковала его сверху донизу, захватывая каждый нерв в его существе. Лиам не мог этого видеть, но прямо сейчас его тело было окутано чем-то белым и мерцающим. На самом деле, эта мерцающая белая вещь не была видна никому, ни Алекс, ни другим людям рядом с ней, даже темному эльфу, который в принципе это вызвал. Но если бы кто-то мог присмотреться к этой белой клубящейся массе, они могли бы увидеть сотни или более плачущих лиц, которые продолжали появляться и исчезать на белой массе. Эти призраки, или, скорее, души, все цеплялись за Лиама одновременно, и он не мог этого выдержать. Лиам пытался сопротивляться, но согнулся и упал под таким огромным ментальным давлением. Особенно из-за его способности чувствовать эти души, их влияние на него было намного хуже. Сотни вопящих призраков кружились вокруг него в темноте, полностью утопив его в боли и агонии. Словно бы он мог слышать, почему души были в агонии. Лиам схватился за голову и упал на землю, извиваясь и корчись от боли. И темный эльф, который наблюдал за этим, начал резко прыгать вверх и вниз в полной радости. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Я так и знал. Я знал это. У меня есть еще одна интересная кукла. Ты можешь использовать пустоту. И ты можешь использовать божественность. Хе-хе-хе. Со злобным взглядом в глазах темный эльф указал на Лиама, который все еще корчился на земле, а затем на Алекс, которая была совершенно белой, как простыня. Она смотрела, как все рушатся. Она хотела протянуть руку вперед и помочь мужчине, но не могла пошевелиться. Ее мышцы не слушались ее. Из ее глаз текли слезы, когда ее единственная надежда на жизнь дергалась на земле. Страх и шок парализовали ее до глубины души. С ними было покончено. Теперь с ними действительно было покончено. Она собиралась умереть. Лиам собирался умереть. Меаири тоже, вероятно, умрут сейчас. Ее мир рушился прямо перед ней. Разве они просто не пришли сюда, чтобы выполнить квест? Правильно. Все началось с проклятого квеста королевства. Если бы только они никогда не беспокоились об этом. Если бы не это, если бы не он. Но она не могла заставить себя винить его на этот раз. Она была свидетелем этого прямо перед ее глазами. Лиам старался изо всех сил. Он боролся со своей жизнью на кону. И это было нормально, чтобы пойти на квест королевства. Квесты были очень востребованы не только ими, но и всеми, кто играл в эту игру. Даже если бы это была она, она решила бы то точно так же и, вероятно, сделала бы то же самое. Так что ей действительно некого было винить. Это было просто случайное невезение, случайное проклятие, которое обрекло их всех. Нарушая мысли Алекс, темный эльф все еще продолжал что-то громко разглагольствовать. Это мой счастливый день. Хе-хе-хе. Это мой счастливый день. Темный эльф пинал тело, лежащее на земле, влево и вправо и прыгал через тело, как ребенок, прыгающий через выступ. Алекс потребовалась секунда, но ее глаза тут же расширились, когда она поняла, что эльф пинает не что иное, как тело Лиама. Лиам был мертв, как и другие. Он был мертв, и он также не воскрес. Увидев это, у нее душа ушла в пятки. Однако темный эльф присел перед ней на корточке и громко рассмеялся. Он все еще не мертв. Эльф хихикнул, а затем промурлыкал, повернувшись, чтобы посмотреть на Лиама. Но ты права, он выглядит слишком здоровым. Мне нужно позаботиться о нем. Теперь, когда я думаю об этом. Хе-хе-хе. Мне нужно позаботиться обо всех вас. Вы, паразиты, посмели убежать от меня, не так ли? Глава 323. Моя прелесть. Теперь, когда я думаю об этом. Хе-хе-хе. Мне нужно позаботиться обо всех вас. Вы, паразиты, посмели убежать от меня, не так ли? Итак, о ком я должен позаботиться в первую очередь? Хаймым. Хаймым. Хайм. Эльф злобно хихикнул, облизывая свой кинжал. Затем он начал ходить вокруг всех них, присматриваясь и выбирая счастливчика, который станет его следующей добычей. Он вытащил все тела и поставил их в линию лицом к нему. Среди семи оставшихся членов группы был молодой человек, по-видимому, примерно того же возраста, что Элиам, а также тощий, как и его предыдущие я. Он был тем, кто дрожал больше всего. Темный эльф схватил его за шею, а человек брыкался и слабо кричал. Он взял свой кинжал и одним быстрым движением разрезал. Нет, он собирался разрезать его, но он остановился. Лезвие порезало кожу, с которой капала кровь, но эльф оставил человека нетронутым. Хе-хе-хе. Я оставлю тебя на потом. Сначала я разберусь с этим человеком, который посмел причинить мне боль. Темный эльф вытер кровь, стекающую по лбу, и лизнул ее, снова обратив свое внимание на Лиама. Сердце Алик снова сжалось. Нет. 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 Она внутренне закричала, но внешне не проявила никакой реакции. Это было потому, что это только побудило бы эльфа сделать больше и нацелиться на Лиама более конкретно. Однако ее и молчание также ничего не изменило. Темный эльф усмехнулся и подошел к Лиаму, держа кинжал у его горла. Затем он поднял клинок, намереваясь погрузить его в спину Лиама, как он делал несколько раз с Эликс. Но в последний момент он уставился на Эликс, а затем снова остановился. Это большой мальчик. Ему нужно что-то более мощное, чтобы быть подавленным. Темный эльф убрал кинжал в ножны и постучал по кольцу на пальцы. Аликс безжизненно посмотрела на него. В этот момент даже ее дух был истощен. Они просто ждали смерти или бесконечных пыток. Поэтому она просто тупо смотрела на жестокое существо, наблюдая, что он приготовил для Лиама. Его кольцо выглядело древним и архаичным, и у эльфа также было гордое выражение лица, когда он постучал по кольцу. Выходи, моя прелесть. И в следующую секунду из этого кольца появилась маленькая прядь блестящего фиолетового пламени. Само его присутствие каким-то образом делало воздух вокруг них более зловещим. Аликс стала задыхаться, не в силах больше дышать. Что происходит? Что, черт возьми, это было за пламя? Странная боль распространилась по ее телу, как будто действовали токсины, проходящие через ее кровь. Тупая боль внезапно усилилась в несколько раз. Хе-хе-хе. Эльф хихикнул, глядя на Аликс. Это будет немного больно. Потерпите. Хе-хе-хе. Это мое драгоценное ядовитое пламя. Поскольку вы собираетесь стать моей игрушкой, я могу рассказать вам. Посмотрите на это. Посмотрите на это прекрасное, захватывающее пламя. Это пламя, мечта каждого веномансера, один. Простые насекомые, такие как вы, не поймут глубины этого пламени. И если я позволю вам испытать глубину этого пламени. Хе-хе-хе. Ваша душа не доживет до конца рассказа. Мой ребенок настолько силен, что он съест вашу душу. Хе-хе-хе. Эффект смолиной бомбы также изнашивался к настоящему времени, поэтому темный эльф входил и выходил из скрытности и играл в свое удовольствие, распивая дифирамбы своему пламени. Он продолжал появляться и исчезать между семью людьми, как будто он играл в игру. Однако через несколько секунд он остановился, явно очень довольный тем, что продемонстрировал всем свое пламя. Он также наслаждался страхом и ужасом, которые были видны на лицах всех, кроме, конечно, парня, который все еще был в обмороке и лежал на земле лицом вниз. Ха-эм-эм-эм. Ха-эм-эм. Ха-эм-эм. Время превратить этого мальчика в мою игрушку. Темный эльф снова хихикнул, а затем перешел к лиаму. Он наклонился и снова достал кинжал. Затем он гордо поднял голову и сделал жест, как будто пытался показать кинжалом на пламя на другой ладони. Однако что-то чувствовалось по-другому. Встревоженный, темный эльф быстро посмотрел вниз, только чтобы узнать, что ярко танцующее пламя внезапно исчезло. Почти мгновенно настоящий ужас и паника затопили его лицо. Он начал обыскивать землю, обугленные камни, разрушенные деревья от битвы, все вокруг себя. Он отчаянно искал повсюду, но, как ни странно, ослепительно яркого пламени нигде не было, как это было возможно. Нет, нет, нет. Настала очередь темного эльфа схватиться за свои длинные белые волосы и закричать, как могло исчезнуть такое заветное пламя. Просто так он продолжал кружиться, как сумасшедший, его глаза метались повсюду. Увидев, что пламени нигде нет, он стал еще более сумасшедшим. В гневе он ударил одного из выживших, и одним движением мертвое тело безжизненно упало. Все дрожали от страха. Эльф был явно сумасшедшим даже раньше, но теперь он был чем-то другим. Он был в ярости, как будто потерял всякую рациональность. Он выглядел так, словно понятия не имел, что теперь делать. Как могло что-то, что было в его руке, волшебным образом исчезнуть. Кто мог это сделать? Кто еще был здесь, кроме этих бесполезных насекомых? Гра-а-а. Темный эльф в гневе кричал. Его голос был похож на яростный вулкан, вырывающийся наружу. Даже птицы и звери в окрестностях убежали в страхе. И когда он посмотрел вниз, он вдруг увидел перед собой яйцо. Оно было большим, и сильно вибрировало. 1. Виномансер. Герой из игры Дота 2, имеющий ядовитые атаки. Глава 324. Плохая девочка Луна. Ха. Темный эльф в недоумении уставился на яйцо. Что оно здесь делало? Он посмотрел на него секунду, и после того, как первоначальный шок прошел, его глаза расширились, когда он стал еще более потрясенным. Потому что прямо в центре разноцветного странно узорчатого яйца был йо-емно-фиолетовый оттенок, который очень напоминал его заветное пламя. Этого не может быть. Он тупо смотрел, не в состоянии переварить эту информацию. Яйцо поглотило его пламя? Нет. Это невозможно. Как случайно яйцо могло поглотить заветный редкий фрагмент пламени? Разве оно не должно лопнуть от простого удара? Разве пламя не зажарит яйцо заживо и не превратит его в сваренное в крутую? Но затем его взгляд задержался на фиолетовом узоре. Доказательства были прямо на его лице, и он не мог этого отрицать. Что, черт возьми, происходит? Но как будто этого было недостаточно, внезапно среди тишины раздался громкий звук. Треск. 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 Прямо на глазах у всех яйцо трескалось. Нет. Темный эльф прыгнул вперед. Его сердце почти перестало биться из-за этого испуга. Это яйцо каким-то образом забрало его заветное пламя, и теперь оно разбивается? Будет ли фрагмент пламени внутри все еще цел, или пламя будет уничтожено, если питомец не вылупится должным образом? Откуда вообще взялось это яйцо? Или, может быть, яйцо действительно было приготовлено тогда, где было пламя? Он был так смущен и расстроен, что хотел где-нибудь стукнуться головой. Но это не имело значения. Темный эльф попытался быстро восстановить самообладание, когда потянулся вперед, чтобы схватить яйцо. Если что-то выдерживало давление его самого заветного владения, это определенно не могло быть обычным. Возможно, он все-таки ничего не потерял. Возможно, он только что что-то приобрел. Что-то еще более необычное по сравнению с его пламенем. Он быстро сделал шаг вперед, а затем наклонился, чтобы коснуться яйца. Однако, прежде чем он смог, что-то сильно ударило его сзади. Хлюб. Пролилась кровь. Под ярким лунным светом фиолетовый меч танцевал вокруг, и прежде чем темный эльф смог ответить, значительная часть его здоровья исчезла. Гра-а-а. Темный эльф взревел от гнева и попытался уклониться от атак, одновременно оборачиваясь, чтобы посмотреть, кто осмелился напасть на него. И как только он это сделал, он снова был ошеломлен. Ты, как ты можешь стоять? Темный эльф быстро отошел на несколько шагов, увидев перед собой знакомую фигуру. Это было то же самое насекомое, о котором он думал, что позаботился, но оказалось, что он ошибался. Лем был все еще жив и здоров и стоял перед ним, даже рубя его тем же грозным фиолетовым оружием. Как ты оправился от тумана душ? Это невозможно. Насколько высока твоя ментальная сила? Простой человек не может справиться с этим. Это невозможно. Лем, однако, только молча усмехнулся. У него не было планов просвещать темного эльфа о своей жизни и о том, что это боли агония были ничем перед его собственной. Не то, чтобы это не повлияло на него, но это повлияло на него только на пару минут. После этого он был в сознании и просто действовал, ожидая подходящего шанса снова начать свою атаку. Чего он не ожидал, так это того, что темный эльф достанет еще один фрагмент пламени, и его жадная девочка снова выскочит. Эта луна с каждой секундой становилась все более дикой, но ему это не не нравилось. На самом деле, она легко сделала то, что он не мог. Лем использовал смоляные бомбы, чтобы искалечить скорость и ловкость парня и способность исчезать, но маленькая лиса прямо съела его сокровище, чтобы искалечить его разум и источник силы. Ее действия были гораздо более дикими и безжалостными. А также, из-за всего этого инцидента, теперь у Ляма было некоторое представление о том, как темный эльф совершал постоянное убийство душ. Что еще более важно, он также мог видеть, что без фрагмента фиолетового пламени эльф больше не мог совершать этот подвиг. И в качестве дополнительного бонуса эльф был близок к тому, чтобы сойти с ума. После потери пламени он выглядел так, как будто был совершенно разбит и вообще не сосредоточен на своем окружении. Возможно, это была его самоуверенность, или, возможно, пламя имело для него такое большое значение, Ляму было все равно. У него никогда не будет лучшего шанса, чем этот, и у него не было времени, чтобы тратить его. Яйцо Луны также снова треснуло, но на этот раз не было крови или каких-либо других признаков бедствия. Несмотря на это, Лям не мог быть спокоен. Действительно ли она вылупилась в этот критический момент? Почему она всегда выбирала такое неподходящее время? Когда все набрало обороты до Крещенда и условия резко изменились, Лям не сдерживался и снова начал рубить здоровье темного эльфа. На его лице была большая ухмылка, и на этот раз он не потрудился дистанцироваться от эльфа. Он размахивал мечом без каких-либо оговорок, а также бомбардировал эльфа большими эмисистыми огненными шарами. Однако, хотя все было по-другому, некоторые вещи оставались прежними. Сила и мощь темного эльфа все еще были абсолютными. Лям бросил еще одну смоленую бомбу, от которой темный эльф быстро уклонился, при этом яростно отбиваясь. К счастью, темный эльф не потрудился полностью восстановить свое здоровье. Но даже с оставшейся половиной здоровья битва все еще шла тяжело. Некоторые цыплята и кролики были уже уничтожены, и только некоторые остались. Големы также были полностью повреждены, и их нельзя было вызвать в ближайшее время. Им нужно было время, чтобы восстановиться. Итак, это будет долгая битва на истощение, в которой у Ляма не будет преимущества из-за силы и опыта противника. Хотя враг был убийцей из-за разницы в их уровне, он мог бы также быть горой, которую нельзя было скосить. Кроме того, без смоленной бомбы он теперь мог исчезать и скрываться. Лям протаранил атаки на темного эльфа, но эльф также нанес ответный удар. Он неоднократно исчезал и снова появлялся в слепых пятнах Ляма и наносил ответные удары. Он отдавал столько, сколько получал. Еще пара минут. Мне нужно держаться. Лям стиснул зубы и продолжил борьбу. Он зашел так далеко, что тоже не был готов сдаться. И он был не один. Когда он увидел фиолетовое пламя, он уже послал сообщение вместе с координатами МИ и другим, чтобы отправить к нему команду. Так что подкрепление должно быть здесь в любое время, и ему нужно было только продержаться до тех пор. Возможно, Лям не сможет в одиночку убить парня, но он был достаточно уверен, чтобы удержать его до прибытия группы. Они оба были полностью поглощены битвой, и в разгар этого они совершенно не видели яйцо, которое молча продолжало трескаться. Маленькие трещины расширились, и вскоре все яйцо было полно трещин. Глава 325. С возвращением в тихой лунной ночи, среди туманной темноты, громких трескучих звуков и звука металла, сталкивающегося с металлом, вспыхнула пара очаровательных голубиных глаз. Не зная об этом, Лям блокировал и парировал убийцу, получая урон только тогда, когда другая сторона атаковала его из скрытности. Это была его самая большая проблема. Он не мог предсказать причудливые движения темного эльфа. Тот использовал какую-то исключительную работу ног, чтобы уменьшить свое присутствие. Лям использовал все, что у него было, и пытался справиться с темным эльфом как можно лучше. Противник также боролся с мстительной яростью. Ха-ха-ха. Лям тяжело дышал. Все его тело было пропитано потом сверху донизу, от попыток справиться с этим противником перед ним. Все, что делал убийца, было непредсказуемо. Он не смог эффективно блокировать и парировать, его скорость реакции не могла сравниться с ветераном-убийцей. «Ты сейчас умрешь», — пробормотал убийца. Он внезапно достал семь маленьких лезвий из-под своей кожаной рубашки и в следующее мгновение исчез из поля зрения. Лям также приготовился блокировать атаку и выпил зелье здоровья. Он зорко огляделся, пытаясь определить, откуда темный эльф собирается напасть на него. Темный эльф усмехнулся, наблюдая за тщетными попытками насекомого. Эти двое были мысленно сконцентрированы друг на друге, но прежде чем любая из сторон смогла предпринять действия, Раэр. Блестящее темно-фиолетовое пламя охватило всю область. Лям. Алекс в тревоге закричала, широко раскрыв рот от ужасающего зрелища перед собой. Разве темный эльф не потерял свое пламя? Она была счастлива, что у них все наладилось, но, глядя на ревущее пламя, которое быстро распространялось, она знала, что они проиграли. Эти фиолетовые языки пламени были теми же самыми, которые темный эльф подбрасывал вверх и вниз в своей ладони. Но на этот раз сила и размер пламени были намного больше. Оно было живым. Оно было повсюду. Неужели эльф на самом деле не использовал всю свою силу, когда пытал нас? Как лям все еще мог бороться с чем-то подобным? Ярко-фиолетовое пламя громко ревело, поглощая все на своем пути. Первоначально эта часть леса не была затронута, как и остальная часть области, и здесь все еще оставалась некоторая растительность. Но как только эти фиолетовые языки пламени коснулись этой растительности, все было мгновенно стерто. Листья, стебли, ветви и даже стволы были разъедены в течение нескольких секунд. Пламя поглотило все на своем пути. К счастью, они были в нескольких метрах от места битвы. Таким образом, Алекс все еще могла видеть все, не будучи сожженной заживо. Однако для Ляма это было не так. Всего секунду назад он стоял прямо там, в центре бушующего фиолетового огня. К настоящему времени он, вероятно, он, вероятно, мозг Алекс перестал функционировать. Она больше не могла думать, она не хотела. Она просто безжизненно лежала, ожидая, когда огонь поглотит ее. Это все, что она могла сделать. Выйдя из транса, Алекс ошеломленно наблюдала, как из огня выбежал человек, крича в агонии. Лям, нет. Пробормотала Алекс в недоумении. Лям, нет, 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 ты не можешь, пожалуйста, ты не можешь. Мне очень жаль. Это все моя вина. Она всхлипнула. Я могла бы. Я должна была бороться сильнее. Мне очень жаль. Я подвела тебя. Я всех подвела. Ее глаза были полны страха и ужаса, когда она смотрела, как человек сгорает до хрустящей корочки прямо перед ней. Но что она могла сделать? Она даже не могла пошевелиться. Она прикрыла рот ладонью и наблюдала, как взрослый человек превращается в пепел всего за секунду. Это заставило ее дрожать и трястись сверху донизу. Но прежде чем она смогла обработать что-либо из произошедшего в следующую секунду, Лям вышел, а Алекс в оцепенении моргнула. Она смотрела, как знакомая фигура выходит из огня, пламя удаляется, прокладывая для него путь, как будто подчиняясь ему. Он махнул рукой, и пурпурный огонь исчез. Подождите, или он просто махал рукой ей? Она ничего не могла понять. Этот парень был жив. Этот парень был на самом деле жив. Лям был жив, и это могло означать только то, что тем, кто был сожжен до смерти, был темный эльф. Алекс сглотнула, пытаясь вызвать свой системный интерфейс. Знакомый экран открылся перед ней, и она смогла получить доступ к своему инвентарю и своим предметам. Из ее глаз потекли слезы, когда она поспешно достала несколько зелий здоровья и проглотила их. Она посмотрела на свою шкалу здоровья, скрестив пальцы, и то снова пошла вверх. Все было кончено. Темный эльф был действительно мертв. Из ее глаз бесконечно продолжали течь слезы, когда Алекс посмотрела сквозь влажные ресницы на мужчину, который теперь стоял перед ней. У нее не осталось сил, и она буквально упала к его ногам. Мне очень жаль. Пожалуйста, прости меня. А, Лем был потрясен. Он не расслышал ее приглушенные слова, но просто акт падения к его ногам был невероятным. Это вспыльчивое рыжеволосое начало все с чистого листа. Его взгляд с удивлением задержался на женщине, но только чтобы увидеть, что она упала в обморок от истощения. Затем он посмотрел на других членов небольшой команды, которые поспешно вышли один за другим, не смея больше оставаться в этой игре. Лем сомневался, что они когда-нибудь снова сыграют в эту игру, но они не были его заботой. Прямо сейчас он был обеспокоен только одним существом. Его губы изогнулись, чтобы показать небольшую улыбку, когда он с любовью посмотрел вниз на это существо, которое было единственным другим существом, присутствующим вместе с ним и Алекс. И в настоящее время лениво мурлыкала в его руках. Кьюю. Маленькая лиса изменила свою позу, чтобы получить максимальное объятие от своего хозяина. И Лем улыбнулся, нежно погладив ее по голове. С возвращением. Луна. Спасибо за то, что ты хорошая девочка. И спасибо за то, что ты меня поддержала. Кьюю. Глава 326. Самая мягкая. Лем смотрел на маленькую лису, мирно спящую у него на коленях. Она выглядела очень усталой. Использование пламени, должно быть, сказалось на ней. Она даже стала больше. Он задумался, внимательно осматривая мелочь сверху донизу. Она была такой же маленькой, как и всегда. Но кроме ее размера все остальное изменилось. По сравнению с тем, что было раньше, теперь она выглядела совершенно иначе. У нее было чистое белоснежное тело с чрезвычайно мягким и глянцевым мехом. Даже самый прекрасный из шелков или любой другой материал в этом отношении не мог приблизиться к этой мягкости. Лема это не удивила. Конечно, мелкая негодница была мягкой. На этот раз она сожрала слишком много драгоценных предметов. Бесчисленные травы и три редких фрагмента пламени, которые другие считали драгоценными сокровищами. Мастер-дрессировщица Серафина упомянула, что зверям нужно было только использовать немного кристалла девяти божеств для эволюции. Однако эта девушка полностью проглотила это, не оставив даже крошечной щепки. Как она могла все еще не быть мягкой и приятной? Лем уже видел, как его сестра сходит с ума из-за этой мелочи. Сама виновата. По общему признанию, он также не мог держать руки подальше от маленькой лисы. Он горько улыбнулся и посмотрел на остальную ее часть, продолжая гладить ее. Маленькое существо мурлыкало от всего внимания, которое она получала. Лем усмехнулся, а затем перевел взгляд с маленького тела на самую любопытную вещь – три хвоста лисы. Теперь они тоже были белоснежного цвета, но во время битвы, когда маленькая лиса прыгнула перед ним из ниоткуда и подожгла все, он отчетливо помнил, что один хвост был темно-фиолетового цвета. Три хвоста отражают три фрагмента пламени, которые она съела. Возможно, цвет ее хвоста изменялся в зависимости от пламени, которое она использовала. Означает ли это, что теперь она могла использовать все пламя, как ей заблагорассудится? Он вздохнул, глядя на таинственного мелкого зверька. Ему придется медленно во всем этом разбираться. Он поднял маленькую лисичку и внимательно посмотрел со всех сторон, чтобы увидеть, есть ли что-нибудь еще необычное в звере, но она казалась совершенно обычной. Ее проникновенные голубые глаза, когда она лениво приоткрывала веки, смотрели на него, как будто хотела убедиться, что он находится рядом с ней, никуда не уходя. Ляму усмехнулся и усадил ее обратно к себе на колени. Статус он пожелал, и детали луны открылись. День. Бадгелист. Персонажа. Статус имя. Луна. Питомец. Один уровень. Десять тип. Духовный зверь. Возможно, эволюция. Класс. Небесный. Хайм-Им-Им. Ляму пришлось читать и перечитывать термин несколько раз, прежде чем он полностью понял его значение. Это маленькая лиса, зверь небесного класса. Он не мог в это поверить, но после того, как она столько всего съела, по крайней мере, она должна была показать хоть что-то. Он не знал, что именно привело к этому изменению. Это были фрагменты пламени или травы или кристалл девяти божеств. Но чем больше он думал об этом, тем больше склонялся к кристаллу. Это было потому, что, когда он получил кристалл, ему пришлось сражаться с кучей обезьян, и все они сражались с ним до смерти, как будто от этого зависела их жизнь. Вернее, было ясно, что они считали этот кристалл более ценным, чем даже их жизнь. Теперь он все понял. Если этот кристалл действительно имел возможность сделать обновление класса зверя таким взрывным, неудивительно, что они умирали за это. Хайм-Им-Им. Насколько мощным будет небесный зверь? Лям задумался. До сих пор он никогда не слышал об этом термине небесный. Будь то оружие, руды, травы или даже звери, если на то пошло, легендарный был самым высоким классом, который он знал, по крайней мере, основываясь на его ограниченных знаниях. Мне нужно узнать больше. Лям что-то пробормотал себе под нос, но его это не слишком беспокоило. У него было чувство, что небесный зверь был чем-то, что было по крайней мере равно, если не более мощным, чем легендарный зверь. Особенно после того, как он лично стал свидетелем того, как она одной атакой убила темного эльфа, с которым он жалко боролся, у него абсолютно не было сомнений в ее силе. Лям устало вздохнул. На этот раз бой с убийцей темным эльфом был открытием глаз. Он многое понял после боя. Самое главное, что ему нужен был мощный ход, завершающий ход. Нечто, что содержало бы абсолютную силу и доминирование. Это было то, чего ему сейчас больше всего не хватало. Если бы у него было это, ему не пришлось бы так сильно бороться с темным эльфом и говоря о темном эльфе. Лям устало смотрел на то место на земле, где лежали обугленные останки убийцы темного эльфа. Был ли этот мощный монстр действительно мертв? Одного пламени было достаточно, чтобы убить его. Он молча смотрел вперед, думая об этом, когда его мысли были прерваны несколькими громкими шагами. Мия и еще несколько человек неслись к ним, пыхтя и задыхаясь. Они также были явно истощены, но они все еще бежали так быстро, как только могли. Лям сидел под деревом, Алекс все еще была в обмороке, а луна мурлыкала у него на коленях, как кошка. Все трое выглядели усталыми и безжизненными, поэтому любому было легко неправильно понять. Мия увидела это зрелище, и ее сердце почти остановилось. Алекс, она закричала и полетела к женщине, лежащей лицом вниз на земле. Она была в странной позе, как будто простиралась перед кем-то. Если быть более конкретным, как будто она падала ниц перед Лямом. Тем не менее ее грудь поднималась вверх и вниз спокойно, и она, казалось, была в порядке. Она в порядке. Лям мог видеть мыслями на ее лице и успокоил девушку. Глава 327. Назад в подземное царство. Что-что здесь произошло. Мия видела разложение и разрушение вокруг них, и она не могла понять, что могло здесь случиться. Я позаботился о последнем темном эльфе. Твоя сестра должна быть в порядке сейчас. Лям встал, все еще держа маленькую лису в руках. Мия была слишком измотана, чтобы обратить внимание на лису, но несколько других, кто пришел с ней, заметили новое существо. Они украдкой взглянули на таинственного зверя. По его внешнему виду они могли видеть, что лиса не так проста. Но ни у кого не хватило смелости спросить Ляма об этом. Они молча стояли там, пока Мия проверяла Алекса на наличие признаков травм и ран. Тем временем Лям больше не задерживался там и отошел от группы. Еще многое нужно было сделать. Синсу был единственным, кого он узнал среди стоящей там группы, поэтому он помахал ему, давая знак следовать за ним. Каков прогресс там? Босс, сейчас сражаются только НПЦ и демоны. Больше нет темных эльфов, и число НПЦ также сократилось. Лям кивнул. Это хорошо. Синсу почесал голову и нерешительно добавил. Босс, я думаю, что НПЦ могут начать сражаться с демонами после окончания битвы. Может быть, будет лучше, если демоны отступят сейчас? Я согласен. Лям похлопал его с улыбкой. Даже без напоминания Синсу он знал природу НПЦ человеческого королевства. Демоны и люди абсолютно не ладили. Хорошо, тогда я вернусь на поле боя и позабочусь обо всем. Ты останешься здесь и вернешься с Мией. Лям не хотел торопить группу. Особенно Мию без необходимости. Он не хотел разрушать счастливое воссоединение. Лучше всего было дать всем время, чтобы передохнуть. Оставив Синсу позади, он начал возвращаться на поле битвы, когда внезапно почувствовал что-то теплое и резко остановился. Хаймымым Лям посмотрел на руки, обнимающие его сзади. Он удивленно поднял брови, задаваясь вопросом, пришла ли Аликс в сознание, но несколько медовых светлых прядей волос, развивающихся на ветру, выдали личность обнимавшего. Спасибо, Лям. Большое тебе спасибо. Мия тихо всхлипнула. Ее руки крепче сжались вокруг Ляма, и он даже мог чувствовать ее быстрое беспокойное дыхание и приглушенное рыдание. Все в порядке. Тут не было ничего особенного. Он был искренне потрясен, увидев ледяную богиню в таком эмоциональном состоянии. Нет, ты рисковал своей жизнью, чтобы спасти Аликс. Это что-то значит. Меня не волнует контракт или что-то еще, что мы подписали ранее, но, пожалуйста, знай это. Теперь я клянусь тебе в верности. Я в вечном долгу перед тобой. Я никогда не предам тебя и никогда не оставлю тебя. Она продолжала бормотать несколько слов мягким голосом. Он чувствовал, как ее лицо покоится на его спине, когда она говорила, ее руки все еще обнимали его за талию. Ее голос звучал так, как будто она рыдала. Мия явно была очень эмоциональной и уязвимой в данный момент. Лям почесал голову, не зная, что делать, и повернулся, чтобы посмотреть на женщину и обнять ее в ответ. Он держал ее стройное тело, которое дрожало, и нежно гладил ее волосы. Золотые пряди были мягкими на ощупь, как и женщина, крепко обнимавшая его. Но в следующую секунду Мия вырвалась из своих мыслей и пришла в себя. Она не осознавала, что в итоге обняла этого человека. Она прочистила горло и сделала шаг назад, становясь очень растерянной и смущенной. Лям также не знал, что еще сделать и как утешить ее. Он увидел слезы в ее глазах и поднял руку, чтобы вытереть ей глаза. Однако, как только его рука коснулась ее щеки, мгновенно возникла искра электричества. Хаймымым, Ляма это позабавило, но он продолжал вытирать ее слезы, а затем вытер другую щеку. Мия совершенно потеряла дар речи. Она не ожидала такой интимной реакции от человека перед ней. Это заставило ее покраснеть еще больше, и она неловко пошевелила пальцами. Имымым. Лям взъерошил волосы. Что любой из них не заметил, так это то, что маленькая лиса в руки Ляма проснулась, и ее глаза со странным выражением смотрели на Мию. Посреди этой неловкой молчаливой встречи между двумя людьми и одной лисой, позади Ляма внезапно образовался вихрь черной массы. Это был портал в подземное царство. Поскольку он пришел сюда вместе с другими демонами, и прошло некоторое время с тех пор, как они прибыли, им пришло время вернуться обратно. На самом деле, это была последняя карта Ляма. Он никогда не рисковал всем, сражаясь против темного эльфа. В худшем случае он использовал бы этот шанс, чтобы сбежать обратно в подземное царство. Именно поэтому он чувствовал себя неловко, потому что женщина перед ним слишком хвалила его. Он никогда не собирался рисковать своей жизнью ради кого-то другого, кого он только что встретил. В конце концов, от него зависело много других людей. Как он мог придавать значение этой рыжей над ними всеми? Но он не стал разрушать заблуждения Мии. Если она хочет оставаться верной и преданной ему, и если это делает все между ними более гладким, то нет ничего плохого в том, чтобы позволить ей думать, что она хочет. Он не планировал поправлять ее. Это было взаимовыгодно для них и являлось наилучшим возможным сценарием. Ладно, у меня еще есть дела, о которых нужно позаботиться. Я встречусь со всеми в королевском городе. Лям неловко кашлянул и погладил ее по голове. Однако времени было не так много, и он был втянут обратно в портал вместе с Лисой. Мия молча смотрела, как мужчина исчезает. Он просто убежал от меня. Она закрыла лицо ладонью и огляделась. К счастью, больше никто не видел этого смущения. Она действительно заставила кого-то убежать это. Она покачала головой, не желая больше думать об этом, и побежала обратно к Эликс. Мия наложила на нее еще несколько исцеляющих заклинаний, помогая ей прийти в сознание. Затем она помогла ей быстро выйти из системы. Битва еще не закончилась, поэтому они не могли позволить себе сидеть и разговаривать сейчас. После отправки Эликс все остальные вернулись и начали помогать НПЦ зачищать НПЦ другого королевства. Тем временем другие демоны на поле боя также были вызваны обратно. Все вернулись назад в подземное царство. Остальная часть боя длилась еще несколько минут, и все НПЦ громко кричали после победы. Некоторые из них даже подняли Дерека, приветствуя сильное лидерство и команду человека. Дерек, однако, был больше обеспокоен другими вещами и не наслаждался вниманием. Он быстро поклонился и поблагодарил всех, после чего призвал их вернуться обратно в королевский город, поскольку это была следующая команда Лиэма. Они сделали свою работу, и теперь пришло время собирать награды. В это время в подземном царстве все были в еще более приподнятом настроении по сравнению с человеческими НПЦ. Это было потому, что в этой битве люди получили только много очков опыта. Но участники демоны получили намного больше. Каждый получил много очков опыта, а вместе с ним и много качественной добычи. Темные эльфы не были похожи на орков или гоблинов. Они были богатой расой с достаточными ресурсами и средствами. Таким образом, их дробь был очень прибыльным. Все демоны получили много, и благодаря стратегическому размещению Лиэма жертв было очень мало. Весь город был в праздничном настроении. Лиэм тоже с нетерпением ждал этой добычи. Он тоже немного расслабился, позволив нахлынуть праздничному настроению. Более того, две его фанатки в настоящее время, казалось, отсутствовали. Когда он вернулся в гарнизон, один из демонов сообщил ему, что они исчерпали себя в процессе отправки почти всего гарнизона в одно и то же место. «Должен ли я разбудить их, лидер?» Спросил демон. И Лиэм поспешно поднял руки, чтобы остановить парня. «Нет, нет, не нужно». Он вытер под солба и дал несколько инструкций, в основном с точки зрения сбора и сортировки добычи. После этого он также собирался вернуться в королевский город, чтобы вернуться и поговорить с королем, когда внезапно другой демон бросился к нему издалека. «Лидер, лидер. Большие новости». «Хаймымым». Лиэм резко остановился. Он повернулся, чтобы увидеть большого демона, идущего на него с паникой и тревогой, написанными на его лице. «Лидер. Демон пыхтел и тяжело дышал. Что случилось?» «Говори спокойно». Лиэм прищурился и посмотрел на парня. Глава 328. Между молотом и наковальней Лиэм был удивлен, потому что, хотя демон выглядел встревоженным и нервным, он не выглядел обеспокоенным. Вместо этого он казался очень взволнованным. «Лидер гарнизона». Демон остановился, сжал кулаки от волнения и медленно заговорил. «На этот раз мы получили 20 военных свитков». «А, военные свитки?» Лиэм не сразу понял, о чем болтает демон. «Да, лидер. Не два, как другие маленькие города. Мы получили 20. Всего 20». Демон объяснил с большими круглыми глазами. «Все остальные демоны, стоявшие вокруг Лиэма, тоже выглядели потрясенным и громко ахали, обмениваясь взглядами друг с другом. Все они выглядели явно взволнованными и уставились на дюжину свитков в руках демона, как будто они видели великое сокровище». Лиэм, с другой стороны, был на другой волне. Теперь он наконец понял, что происходит. Вот почему Няка еще не отомстил. Именно поэтому все гильдии и игроки были заняты и не замечали огромной войны и беспорядков в южной зоне королевства Греш. Похоже, что событие подземного царства официально началось. Но в отличие от демонов, он не был заметно взволнован. Это было потому, что в прошлый раз он был на другой стороне этого события, на стороне людей. В то время как на этот раз он был на стороне демонов и 20 военных свитков, которые демон в настоящее время держал в руке, могли бы быть смертным приговором. Лиэм нахмурился и спросил демона. «Кто-нибудь из вас участвовал в этих войнах раньше?» Он указал на свитки. Демон почесал голову, задаваясь вопросом, о чем его спрашивает лидер, но затем он вспомнил, что их лидер на самом деле очень молод и неопытен. Поэтому он откашлялся и быстро объяснил. «Да, лидер. Я участвовал в одном из них несколько лет назад, когда мы воевали с королевством Гига. Хорошо, Лиэм кивнул. Расскажи мне о своем опыте. Да, лидер. Эти военные свитки могут быть активированы только лидером гарнизона города, и когда свиток активирован, весь гарнизон телепортируется на новую местность. Эти местности называются зонами военных действий. Там мы можем найти людей. Демон взволнованно вскинул кулак в воздух. Сразу же все демоны, стоящие вокруг, взревели вместе в волнении. Мы можем сражаться с ними, и мы можем убить их. Ррррр. Мы можем разбойничать и грабить. Ррррр. Мы можем взять их женщин и сделать их рабынями. Ррррр. Да здравствует король демонов. Ррррр. Да здравствуют лорды демонов. Ррррр. Да здравствует лидер гарнизона. Ррррр. Даже забыв о присутствии Лиэма на мгновение, демоны начали кричать и петь в безумии. Было ясно, что они были очень довольны этим развитием событий и находились в очень праздничном настроении. Однако Лиам молча вышел со вздохом. Он стоял на балконе Красной башни и смотрел на маленький город, раскинувшийся перед ним. Военные свитки действительно были хорошими новостями. Более мелкие вторжения, где они сражались против нескольких групп людей, теперь переросли в эти зоны военных действий. Это было началом события подземного царства, где сталкивались люди и демоны. И люди, и демоны будут телепортированы в пространственные разломы, где они столкнутся друг с другом за ресурсы и сокровища в разломе. Это была сокровищница очков опыта, не говоря уже о самом быстром и эффективном способе получения добычи и ценных ресурсов. Это действительно было хорошо для людей и различных гильдий, но когда дело доходило до демонов, по крайней мере, в прошлый раз, в предыдущей жизни Лиама, демоны потерпели сокрушительное поражение. И его гарнизон получил не один или два из этих военных свитков. Им дали в общей сложности 20. Если это не было смертным приговором, то что было? Особенно учитывая размер населения и ресурсы в их городе, они также должны были получить только два из этих военных свитков, как и другие города. Так почему же число было увеличено до 20? Было ли это из-за недавнего шума, который он создал, присуждая высокие награды миссиям вторжения? Или, возможно, это было потому, что кто-то еще дергал за какие-то ниточки на заднем плане? Учитывая, что лорд города Итака еще не отомстил за потерю своих заветных трав, а также своей заветной жены и дочери, Лиам больше всего подозревал его. Если бы их маленький город и гарнизон участвовали в этих зонах военных действий в пространственных разломах, они неизбежно теряли бы несколько демонов в каждом бою. В отличие от игроков, НПЦ не воскресают. Он также потерял довольно много демонов в битве против темных эльфов. Таким образом, в этом состоянии, если бы они подталкивали себя и участвовали во всех зонах военных действий одно за другим, они становились бы только слабее и слабее. Тогда в конце концов их гарнизон не только превратится в ничто, но и будет полностью уничтожен. Теперь Лиам всегда мог избежать этой ситуации, вернув остальные свитки войны, но если бы он это сделал, могли бы возникнуть некоторые другие неприятные проблемы. Возможно, он будет заклеймен как предатель или трус за то, что не служил королю демонов должным образом. Это также может быть настоящей ловушкой, в которую он должен был попасть. В ту минуту, когда он разочарует короля, с ним может случиться все, что угодно. Точно так же, как его две жены и городской лорд Няка, все остальные демоны наверху, даже несколько командиров отделения и командиров взводов в его собственном гарнизоне, имели очень высокие уровни, по крайней мере, приближающиеся к сотому. А он еще даже не коснулся 50-го. Его уровень может быть высоким, и он все еще был на вершине таблицы лидеров, но уровень все равно был слишком низким по сравнению с другими демонами. Для него было слишком рискованно сделать что-то подобное и шагнуть в неизвестную ловушку. Так что независимо от того, что он решит, оба его выбора были тупиками, которые могли принести ему серьезные потери. Размышляя над этим, Лям потер виски, так как он все еще был слегка затронут неожиданной атакой темного эльфа, когда он выпустил все души. Казалось, что после действия продолжает громко звенеть в его ушах, наряду с болью и криком многочисленных душ, которые были пойманы в ловушку в бусине. Лям глубоко вздохнул и решил подумать об этих военных свитках и проблемах военных зон после некоторого отдыха. Теперь он не мог ясно мыслить. Независимо от этой огромной проблемы, нависшей над его головой, начало события подземного царства все еще было большим делом. Он мог многое приобрести, а также многое потерять. Все должно было быть тщательно спланировано и продумано. Мне нужно быстро подготовиться. Он повернулся, чтобы посмотреть на демонов, которые все еще дико праздновали, не заботясь ни о чем. Невежество было блаженством. Лям горько улыбнулся, покачав головой, а затем вернулся. Обратно в царство Сион. Глава 329. Вы хотите, чтобы я сменил свой класс? Где вы, ребята, сейчас? Лям был очень истощен, но он хотел провести небольшую встречу со всеми, прежде чем выйти из системы. Поскольку событие подземного царства началось внезапно, у них не было времени отдохнуть или расслабиться. В конце концов, даже если другие не знали об этом, Лям очень хорошо знал, что они, по сути, мчались против самого времени. Им нужно было стать настолько сильными, насколько это возможно, и событие подземного царства было чрезвычайно важным, чтобы сделать этот следующий шаг. Кроме того, это был божественный шанс получить много ресурсов высокого уровня, которые им скоро понадобятся, когда они пересекут порог 50 уровня. Ведь именно тогда игра начнется по-настоящему. Лям погладил маленькую лису, которая все еще мирно лежала в его руках и продолжала дремать. Должен ли я показать ее залу зверей? Он задумался, так как беспокоился, что лиса все еще спит. Тем не менее, он видел, как она несколько раз открывала глаза, и кроме того, она была явно в порядке без ран или порезов. Что еще более важно, в ее статусе не было ничего необычного. Поэтому Лям особенно не спешил это делать. В конце концов, Луна была зверем небесного класса. Он не хотел позволять другим исследовать ее и выдавать эту тайну, привлекая еще больше ненужных неприятностей. Особенно, когда он вспомнил мерцающие глаза дрессировщицы Лали Серафины, он был уверен, что женщина возжелает лису. Она выглядела достаточно безобидной, но никогда нельзя было быть слишком уверенным. Когда Лям шел по улицам Королевского города, он быстро получил ответ Мии. Похоже, что остальная часть группы в настоящее время ела в одном из ресторанов. Лям также решил присоединиться к ним, поскольку все еще оставалась часть административной работы, а событие подземного царства было слишком важным, поэтому личная встреча была обязательной. Вскоре он прибыл в ресторан, и колокольчик у входа зазвенел, когда он вошел в комнату. Внутри было довольно многолюдно. Тем не менее, несколько человек повернули к нему головы. Лям, однако, был полностью покрыт своим черным одеянием, и белоснежная лиса также была тщательно скрыта. Поэтому никто не смог его узнать. Видя, что они ничего не могут почерпнуть об этом человеке, несколько наблюдателей вернулись к своим дискуссиям и сплетням. И Лям небрежно подошел к частному кабинету, где сидела его группа. Они забронировали один из больших кабинетов на верхнем этаже ресторана. Все были истощены после битвы, поэтому на этот раз Мия была немного щедрой. Группа наслаждалась щедрым пиром и большой бочкой хорошего вина и пива с симпатичными официантками, задерживающимися, чтобы обслужить всех. Но когда Лям толкнул дверь и вошел внутрь, это настроение сразу изменилось. Все относились к нему несколько настороженно, немного со страхом, но в первую очередь с уважением. Как только он вошел, каждый человек внутри успокоился. Лям не мог удержаться от беспомощного смеха. Не обращайте на меня внимания. Не обращайте на меня внимания. Я действительно такой страшный. Он оглядел комнату, чтобы заметить знакомого человека, на которого он давно не обращал внимания. Лям очень хорошо знал, какие неприятности способна заварить девушка, поэтому он первым делом отыскал ее. Однако выражение его лица изменилось, когда он увидел девушку в углу с опущенной головой и явно вне кондиции. Сидя рядом с ней, Шэнь Юэ нервно посмотрела на Ляма. Она боялась говорить, но потом увидела хмурое лицо Ляма и не хотела, чтобы он ошибся в ситуации. Она по ошибке выпила мой напиток. Она просто отдыхает. Она быстро объяснила. Лям сузил глаза и посмотрел на Шэнь Юэ. По ошибке, да. Шэнь Юэ сглотнула и посмотрела вниз, перебирая пальцами. Это действительно не ее вина. Маленький бесенок выпил целый стакан пива, прежде чем она смогла что-либо с этим сделать. Она полностью ожидала, что Лям взбесится на нее, но он просто вздохнул и сел рядом с ней. Все в порядке. Я знаю, что она и газа. Спасибо, что присматриваешь за ней. Было забавно видеть, как Шэнь Юэ все еще нервно сжимает ладони, поэтому он улыбнулся и протянул руку, чтобы взять ее за руку. Шэнь Юэ сразу же стала ярко-красной. Ляму было все равно, но она отчетливо осознавала, что все в комнате смотрят на нее прямо сейчас. И рука Ляма также крепко держала ее под столом. Другие не могут видеть, верно? Она посмотрела вверх, как мелкий воришка, чтобы увидеть, поймали ли ее, только чтобы увидеть, как прямо на нее смотрит Мия. Шэнь Юэ быстро отвела взгляд. Лям с другой стороны ни на что не обращал внимания. Он некоторое время держал ее за руку, а затем отпустил, схватив вместо этого тарелку с мясом. Одна из официанток подала ему кружку пива, и он сделал большой глоток из нее, повернувшись, чтобы обратить внимание на Дерека. В последний раз он вызвал этого парня для чрезвычайной ситуации, поэтому он хотел проверить, действительно ли тот закончил заботиться обо всех необходимых вещах дома. Планы на мероприятие подземного царства будут сильно зависеть от присутствия или отсутствия Дерека, поэтому им нужно было поговорить. И кроме того, он был единственным, кто сидел как статуя среди праздничной обстановки. Он сидел в углу, молча поедая мясом свертело без какого-либо напитка или шумной болтовни. Этот парень хуже меня во всех аспектах. Лям сокрушался. Дерек, ты тренируешься, чтобы стать монахом? Лям рассмеялся. Мистер Лям, вы хотите, чтобы я сменил свой класс? Дерек сразу же напрягся и спросил очень деловым и серьезным тоном. Сразу же наступила минута молчания, после чего все разразились приступом смеха. Глава 330. Большая или маленькая? После нескольких минут смеха, подшучивания и шуток, в основном за счет Дерека, все снова стали более расслабленными и ощущали комфорт. Никто больше не чувствовал себя неловко рядом с Лямом, и они могли разговаривать более непринужденно. Однако, к сожалению, эта праздничная атмосфера длилась недолго. Хотя Лям хотел, чтобы все немного расслабились, прежде чем приступить к основной теме, не у всех была одна и та же мысль. Внезапно дверь их кабинки распахнулась, и поспешно вошел Берат. Он мог бы сообщить об этом всем в чате группе, но так как все члены собрались здесь, в Королевском городе, который был очень близко к торговому городу, он не мог остановить себя от присоединения к группе. Кроме того, новости, которыми он должен был поделиться, были такими огромными. Это требовало личного внимания. Ребята, ребята, большие новости. Берат ворвался, давая очень драматический вход. Лям усмехнулся, почувствовав дежавю. Он уже знал, что тот скажет. Парень почти лопался, чтобы раскрыть свою важную находку. Должен ли я украсть его момент? Лям злобно ухмыльнулся, а затем решил не мешать ему. В конце концов, его работа по фарму золота была довольно эффективной, и это сделало жизнь Ляма намного проще. Лям молча сделал еще один глоток из пивной кружки, в то время как Берат тяжело дышал и продолжал. Глядя на него, все остальные тоже успокоились и позволили ему говорить. Где вы, ребята, были? Случилось что-то грандиозное. Есть новые события. Теперь в нашем королевстве есть демоны. Услышав, как он сказал демоны, все сразу же посмотрели на Ляма. Все они сглотнули и задались вопросом, что же произошло. Их большой босс был способен сделать что-то, чтобы повлиять на всю игру. Однако Лям покачал головой и слегка усмехнулся. Нет, нет, это не я. Вы, ребята, слишком много думаете. Берат, продолжай. Берат не понимал ситуацию, потому что у него еще не было возможности поговорить с другими, и он застрял в аукционном доме на весь день. Поэтому он скривил нос и продолжил говорить. В его голосе задержалось легкое замешательство. В последнее время в городах появляется много демонов. Когда этих парней убивают, они сбрасывают какие-то кристаллы, называемые кристаллы разлома. Эти кристаллы могут телепортировать человека или даже огромную рейдовую группу в другое место. Карта там не работает, поэтому мы не знаем, где именно ты окажешься. Но, по-видимому, демонов там намного больше, и есть разные виды ландшафтов. Иногда бывают пустыни. Иногда бывают ледяные земли. Иногда кругом одна вода. И есть предел времени, прежде чем этот разлом закроется. В настоящее время никому не удалось победить орды демонов, но я слышал, что это событие дает много очков опыта. Текущие лидеры рейтинга начинают меняться. Основные гильдии начинают действовать. Что еще более важно, несколько гильдий используют это событие как тактику для вербовки. Поскольку участие в группе хорошей гильдии более выгодно, многие отдельные игроки начинают стекаться в гильдии. Берат объяснил все, что он узнал, не опуская никаких деталей. Затем он посмотрел на Ляма и добавил последнюю часть. Босс, я не знаю, есть ли у нас какие-либо планы по расширению, но это идеальное время. Хорошо, я понял, Лям кивнул. Он должен был признать, что был очень впечатлен разведкой этого человека. Берат собрал гораздо больше информации, чем он ожидал. Но это было еще не все. В этом было гораздо больше. Никто еще не преуспел, поэтому они не знали, но Лям знал это заранее. Истинной наградой в этом событии были не очки опыта. Настоящая награда была. Хорошо. Вы слышали человека. Сделайте перерыв еще на полчаса, а затем мы начнем. Лям улыбнулся. Да. Босс, мы получим первую зачистку. Е-е-е-е-е-е-е. Раздались громкие радостные звуки, заполнившие весь кабинет. Лям улыбнулся, а затем помахал дыры куэми, призывая их встретиться с ним снаружи. Была работа, которую нужно было сделать, начиная с... Как идет настройка гильдии? Лям спросил. Вы уже зарегистрировали ее? Да. Но еще осталась окончательная регистрация, ответил Эмия. Зарегистрированные члены должны быть вместе в течение определенного периода, чтобы считаться единой гильдией. Поэтому Лям уже знал, что это еще не было завершено. Но было и кое-что еще. Я хотел спросить у вас обоих ваше мнение по вопросу, важному вопросу. Он подошел к главному, поговорив с дырыком Эмией. Какой тип гильдии, вы оба думаете, мы должны иметь? Лям спросил. Дырык молчал, пока Мия высказывала ему свои сомнения. Что значит тип? Гильдия мирных занятий или какая-то другая специализированная гильдия? Нет, я имею в виду большая или маленькая? Лям улыбнулся. Давайте начнем со снов. Как вы думаете, каким должен быть размер нашей гильдии? Мне нужно ваше честное мнение. Хайм и мы, маленькой гильдией легко управлять. Мы можем убедиться, что все заслуживают доверия, и все сильны. Он сделал паузу, а затем продолжил. Но и большая гильдия может быть не менее хороша. С силой в цифрах есть еще много вещей, которые мы можем выполнить. Мы можем быть полностью подготовлены к любому будущему. И, так что вы думаете? Лям, то, что ты сказал, правильно. Однако, чем больше гильдия, тем больше будет проблем. Если мы не настроим все должным образом, мы можем рухнуть изнутри, ответила Мия первой. Она говорила по опыту, так как только недавно их гильдия рухнула таким же образом. Хорошо. Лям кивнул, а затем спросил другого человека конкретно, поскольку он был тихим. Дерек. Дерек кивнул и остановился. Затем он торжественно посмотрел на Ляма и ответил. Мистер Лям, я думаю, что большая гильдия лучше. На мой взгляд, преимущества перевешивают недостатки. Дерек также говорил из своего опыта, поскольку он лично наблюдал, как гильдия штормовиков запугивает других своей численностью. Лям посмотрел на них обоих, а затем улыбнулся. Хорошо, спасибо, что дали мне знать. Я также согласен с Дереком. Хотя то, что ты говоришь, тоже верно, Мия. Есть способы, с помощью которых мы можем убедиться, что наша гильдия не карточный домик. Даже если мы станем больше, мы все равно сможем обеспечить какую-то целостность. Лям знал это, потому что некоторые гильдии делали что-то подобное в его предыдущей жизни. У них была отличная иерархия, установленная в гильдии. У них были внешние члены, внутренние члены, основные члены и высший совет. Конечно, над всеми был вице-лидер гильдии и лидер гильдии. Это был грубый набросок. Для большинства частей игры гильдии с такой структурой были очень стабильными. Некоторые даже существовали после того, как мир рухнул. Лям не думал об этом раньше, потому что он не был полностью привержен созданию гильдии. Но теперь, когда команда медленно собиралась вместе, он хотел попробовать это. Он объяснил Ми и Дереку, что хочет создать аналогичную установку. Мы можем быть чрезвычайно избирательными при продвижении членов гильдии в ядро или на должность в высшем совете. Они будут нашей главной силой. Они также будут единственными членами, которым мы полностью доверяем. Миа и Дерек также согласились с Лямом. Хотя Миа изначально опасалась снова сформировать большую гильдию, она не могла опровергнуть тот факт, что в некоторых ситуациях нужны цифры. Обойти это было просто невозможно. И в этом не было ничего революционного. У многих гильдий была такая установка. Они имели общую более обширную структуру с меньшей, более компактной структурой ядра. Тем не менее Лям, Миа и Дерек все еще говорили о вещах в мельчайших деталях, даже о самом незначительном факторе, потому что многое зависело от этого единственного решения. Их жизни могли зависеть от этого единственного решения, поэтому лучше было проговорить это, а не сожалеть об этом позже. Продолжая обсуждать, они втроем добрались до главного административного здания. Глава 331. Жадный герцог. Охранники, стоявшие снаружи, сразу узнали Ляма и бросились к нему. Он был герцогом королевства, поэтому они поспешили лично поприветствовать его. Милорд, пожалуйста, дайте нам знать, как мы можем помочь вам сегодня. Представитель устойки также бросился, будучи столь же вежливым. Несколько игроков, стоявших вокруг здания, с завистью посмотрели на Ляма, Миу и Дерека. Однако, как бы они ни старались, они не могли разглядеть ни одного из персонажей, и трио также было быстро проведено в вип-зону. Поэтому все могли только с благоговением смотреть, задаваясь вопросом, какова была репутация игроков, чтобы получить такое обращение. Они могут быть НПЦ, сказал кто-то. Может быть, они зачистили демонический разлом? Кто-то еще прокомментировал. Здесь собралось больше игроков, чем обычно, потому что теперь формировалось много новых гильдий. Все готовились к набегу на демонические разломы и пожинали преимущество специального события. Таким образом, толпа в административном здании была более значительной по сравнению с прошлым. Однако формирование гильдии было непростым делом. Или, скорее, формирование гильдии с прочным фундаментом было нелегким делом. Чтобы гильдия стала топовой или, по крайней мере, первоклассной, необходимо было построить очень прочный фундамент. Несколько факторов способствовали этой базовой силе, но главным была резиденция гильдии. Резиденция гильдии не была домом братства. Конечно, это можно было рассматривать как одно и то же и часто так и делалось, по крайней мере на этом этапе игры, но было так много других скрытых деталей. Гильдия с резиденцией сможет рекрутировать и нанимать НПЦ, арендовать шахты, создавать магазины и даже проводить аукционы. Все привилегии гильдии обычно экспоненциально увеличиваются, особенно квесты гильдии. Эти квесты можно пройти, чтобы получить больше квестов лучшего класса. Выполнение этого даст больше очков репутации, которые, в свою очередь, породят больше квестов с рейтингом бы и выше. Когда репутация гильдии достигает определенной точки, даже король должен будет уважать гильдию и относиться к ней как к грозному союзнику. Это также было одной из причин, по которой Лям решил создать гильдию. Он уже был герцогом этого королевства, и теперь, если ему удастся также создать гильдию с огромной репутацией, он задавался вопросом, какие двери это откроет для него. Может ли он взять под свой контроль целое королевство? Это была всего лишь мимолетная мысль на данный момент. Тем не менее, Лям решил исследовать его. События в его последней временной шкале уже кардинально отличались от тех, что происходит сейчас. Таким образом, чем больше власти ему удастся накопить, тем лучше его шансы на выживание и защиту тех, кто имел для него значение. Другие люди также имели подобные идеи, хотя они не были такими жадными, как он, и не осмеливались ставить такие экстравагантные цели. Толпа, слоняющаяся вокруг административного здания, преследовала что-то еще. Время от времени возникали неожиданные всплывающие аукционы земель внутри городов и поселений. Поэтому люди постоянно искали эти аукционы. Если кому-то удалось ухватиться за этот шанс и создать резиденцию гильдии, даже если это было отдаленное место, это был один из верных путей к успеху. Мия обернулась, чтобы посмотреть на эту толпу, и прошептала Ляму. Должны ли мы также начать работать над тем, чтобы обеспечить какую-то резиденцию гильдии? Несмотря на то, что их гильдия только начиналась и не имела необходимого количества игроков, Мия знала важность предварительного планирования. Все это был порочный круг. Сначала нужна была известная гильдия для привлечения большего количества членов, и большинство игроков не присоединились бы к безымянной гильдии. К счастью для них, у них уже была солидная стартовая группа игроков. С небольшой работой и некоторым временем это медленно и постепенно превратится в полноценную гильдийскую группу. Имея это в виду, Мия сделала необходимые умственные вычисления и спросила. Однако Лям загадочно улыбнулся. Нет необходимости, у меня уже все есть. О, Мия в замешательстве кивнула. Она уже знала, что Лям был герцогом, поэтому она тоже была не слишком удивлена. Она с любопытством последовала за ним, задаваясь вопросом, как все пойдет дальше. Представитель привел их всех в кабинет канцлера. Внутри сидел дворянин средних лет, который встал, увидев Ляма. Приветствую, господин герцог. Какой приятный сюрприз. Чем я могу помочь вам сегодня? Мужчина не был ненадменным, непокорным и говорил вежливо. Как канцлер двора, его положение также было сопоставимо с положением Ляма. Добрый день, канцлер. Ха-ха. Извините, что потревожил ваш напряженный день. Мы просто пришли сюда из-за небольшого дела. Глазами расширились, услышав слова «Небольшое дело», но она спокойно стояла в стороне, следуя примеру Дерека. Оба они не вмешивались в разговор, как будто просто хотели понаблюдать за мастером за работой. Однако, к их удивлению, Лям не сделал ничего особенного. Он просто болтал с канцлером о недавних атаках демонов. Но это было только начало. Когда разговор медленно накалился, обсуждая злых демонов и искоренение демонов из их земель, Лям внезапно выдвинул главную мысль. Вот почему, канцлер, я хочу как можно скорее создать свое поместье и превратить все поместье в сильную гильдию, которая может стать опорой для нашего королевства. Да, да. Это замечательная идея. Вы очень мудры, господин герцог. Если вы готовы, я могу помочь вам с этим сегодня сам. Да, это отличная новость, канцлер. Давайте начнем. Затем они начали обсуждать различные сюжеты, доступные для использования, как будто это был следующий естественный шаг. Они не обсуждали случайные отдаленные земли в безымянных городах или городах. Они обсуждали первоклассные земли недалеко от королевской столицы и торгового города. Размер поместья также был обширным. Мия смотрела недоверчиво, не в силах поверить в происходящее. На данный момент у нее уже был иммунитет к Ляму и шокам, которые он был способен нанести. Но это было слишком страшно. И прежде чем она смогла переварить этот шок, пришел следующий сюрприз. После десятиминутного разговора канцлер сдал в аренду участок земли площадью 20 акров за пределами города Юлика, как будто это было ничто. У Дерека все еще было такое же бесстрастное лицо, как и всегда, но Мия была совершенно ошеломлена. Теперь она поняла истинную силу титулов. Какой медленный прогресс, какое постепенное развитие. Это был взрывной рост. Если им удастся получить этот кусок земли, они могут стать знаменитой гильдией в одночасье. Игроки будут стекаться, чтобы присоединиться к их гильдии, и они снова смогут действовать повсюду, став одним из главных претендентов в королевстве. Ни одной другой гильдии не удалось получить что-то подобное с начала игры. Они будут первыми. Это также поможет им легко набирать НПЦ, близость к двум главным городам поможет им получить больше квестов, легкий доступ к рынкам и многое другое. Даже такой элегантный, спокойный и собранный человек, как она, известная как ледяная богиня, не могла не пускать слюни на эти перспективы. За все, что они перенесли в последнее время, это была их заслуженная оплата. С этим они могли. Нет, канцлер. Это не то, что я имел в виду, Лям резко заговорил, нарушив все мысли Мии уже сформулированные планы. Она снова остолбенела. Кто в здравом уме откажется от чего-то подобного? Лям, о чем ты думаешь? Она хотела громко кричать, не в силах вынести неизвестность. Мия глубоко вздохнула и в следующее мгновение успокоилась. Она действительно была удивлена, но увидев все, ее вера в Ляма была почти абсолютной. Она знала, что он ничего не сделает без всякой причины, и терпеливо ждала. Она даже молча поблагодарила свои счастливые звезды, что в данный момент Алекс не была рядом. В противном случае, кто знал, что бы она сделала, когда Лям отклонил такое хорошее предложение? Как только она подумала об этом, внезапно в ее интерфейсе раздался громкий звонок. Алекс снова была онлайн. Помяни черта. Мия хотела написать ей, но не хотела показаться грубой, поэтому просто ждала сзади, ожидая, когда сначала закончится этот разговор. Кроме того, ей было очень любопытно посмотреть, какой Лям хотел получить приз. Он уже отказался от лучшего предложения, так что же он теперь будет требовать? Так же, как и она, канцлер также смотрел на Ляма с хмурым выражением лица, прищурив глаза. Он сделал очень щедрое предложение, и этот герцог отказался от него. Он становился жадным. У вас есть какая-то другая земля на примите, господин герцог? Спросил канцлер. Его тон был довольно мрачным. Благосклонность, которую Лям построил с ним, явно уменьшалась, но Лям все еще улыбался и молчал. Может быть, что-то в самой столице? Мужчина поднял брови. И Мия сразу же ахнула, услышав это. Это было нехорошо. Это была ловушка. Если бы Лям ответил да на этот вопрос, он, вероятно, пострадал бы от каких-то последствий. В этот момент ей было все равно. Даже если она была груба, она должна была сделать шаг вперед и предупредить Ляма. Но в следующую секунду ответил сам Лям. Нет, сэр канцлер. Вы шутите? Ничего подобного. Эти земли слишком громкие для меня. Земля, которая меня интересует, на самом деле является зараженными землями Юга. Глава 332. Снова ты? Я говорю о зараженных землях на Юге, канцлер, где в последнее время было замечено много демонов. Лям вежливо улыбнулся, его лицо наполнилось невинностью. Я хочу лично зачистить этих демонов, а затем мало-помалу восстановить земли от страшной чумы, медленно возвращая им былую славу. Это услуга, которую я хочу сделать для нашего короля и нашего королевства. Итак, что вы думаете, сэр канцлер? Это выполнимо? Он сверкнул еще одной большой теплой улыбкой. На его лице не было абсолютно никакой злобы или жадности. Теперь у канцлера тоже было похожее выражение лица, как умеет. Он тоже был ошеломлен, не зная, что делать дальше. Это, это КХМ правильно. Это должно быть возможно. Канцлер быстро вытащил из-за спины несколько стопок пергаментов, а затем разложил их на столе. На этих землях действительно нет гражданских лиц. Города и деревни полностью разрушены. Вместо этого на земли вторглись опасные звери. Было замечено много коварных существ, включая демонов и эльфов. Эти земли совершенно необитаемы, и с ними нужно что-то делать. Канцлер медленно читал отчеты. Лям также молча кивнул, больше ничего не сказав. Внутренне он был поражен эффективностью чиновников. Они уже собрали много информации за этот короткий промежуток времени. Но все же, король не принял никаких других мер. Теперь Лям все больше и больше убеждался, что он на правильном пути. Он видел, что можно достичь всего, чего он хотел, если просто нажать правильные кнопки. Однако, канцлер все еще выглядел неохотно и неловко откашлялся. То, что вы говорите, так, но эти земли. Сначала мне нужно посоветоваться с королем. Лям кивнул. Он уже ожидал этого ответа, поэтому тот не стал для него неожиданностью. Человек предложил ему 20 акров, но он отверг это и вместо этого попросил 2000 акров. Как еще он собирался ответить? Он уже был готов к этому и даже приготовил речь. Сэр канцлер, вы читаете мои мысли. А мужчина выглядел смущенным. Сегодня я также должен встретиться с королем. Почему бы нам не отправиться в королевский дворец вместе и все не организовать? Затем он сделал паузу и добавил. Это если это не доставит слишком много проблем. Надеюсь, я не потревожил напряженный день господина канцлера. В эти дни нападения демонов усиливаются, поэтому было бы лучше, если бы мы могли принять некоторые быстрые меры по этому вопросу. Услышав это, мужчина сразу понял, что он снова проиграл Ляму. Теперь, если бы он не согласился с просьбой, он выглядел бы только как вероломный человек, который не заботится о своем собственном королевстве и людях. Ах, это действительно очень правильно. Нам нужно спешить. Хорошо, господин герцог. Я сделаю так, как вы предлагаете. Мы можем вместе посетить короля и все уладить. Лям улыбнулся, а затем вежливо встал, пожимая руку мужчине. Затем он повернулся, чтобы идти, и заметил, что Мия странно смотрит на него. Хайм и мым. Он улыбнулся ей, как будто понятия не имел, почему женщина смотрела на него с недоверием. В следующую секунду канцлер присоединился к нему после того, как собрал несколько вещей, и они вдвоем вышли. Мия и Дерек последовали за ними вместе с несколькими личными охранниками канцлера. Снаружи здания толпа все еще задерживалась и с удивлением наблюдала, как три игрока покидают здание. Они понятия не имели о канцлере в здании и никогда не видели его и не слышали о нем, поэтому немногие люди знали серьезность того, чему стали свидетелями. Лем также снова скрыл свою внешность, полностью закрыв себя. Таким образом, никто не смог узнать, кто он. В тот день на форумах не появилось даже крошечной новости об этом движении, меняющем игру. Вскоре после этого канцлеры Лем прибыли в Королевский дворец. Все охранники почтительно приветствовали их и быстро отступили в сторону, чтобы пропустить. Не один, а два важных чиновника внезапно появились, поэтому они ничего не спрашивали и быстро впустили их. Однако это было только на входе. Личная охрана Короля все еще блокировала этих двоих и спросила их о цели визита. Лем немедленно показал свои знаки отличия, и канцлер проделал то же самое. Затем охранники приступили к консультациям с Королем, попросив их подождать снаружи, и все спокойно ждали. Только Мия потела под блузкой. Она встречалась с Королем. Лем действительно вооружился канцлером, чтобы получить прямую встречу с Королем. К чему это приведет? Она искоса взглянула на Дерека, который все еще стаически стоял. Чувствуя, как ее сердце бьется в груди, она вдруг пожелала, чтобы она тоже была такой же, как он. Она тихо вздохнула и мысленно приготовилась к тому, что должно было произойти. Лем же не планировал запугивать самого Короля, верно? Вскоре прибыли два охранника и почтительно поклонились. Пожалуйста, следуйте за нами. Они неожиданно привели группу в огромный сад, и интересующий их человек в настоящее время сидел за одним из столов и спокойно потягивал напиток. Снова ты? Король закатил глаза, как только увидел Лема. Но Лем не отреагировал на его грубое поведение. Он выглядел спокойным и собранным с теплой улыбкой на лице. По спинями пробежал холодок, увидев этот обмен репликами. Кто знает, что сейчас произойдет? Почему Король уже был враждебен? Они еще даже не начали тыкать медведя. Они все будут брошены в тюрьму? Удивительно, но Лем был первым, кто нарушил неловкое молчание. Он действительно ответил Королю, как если бы он отвечал на обычный вопрос. Да, Ваше Величество, это снова я. Я успешно выполнил задание, которое вы мне поручили. Хе. Король чуть не подавился своим напитком и все выплеснул. Какое, черт возьми, задание я тебе поручил? О чем ты говоришь? В этот момент даже канцлер занервничал. Что здесь происходило? Однако следующие слова Лема удивили всех. Согласно вашим приказам, члены моей гильдии и я храбро сражались против орды демонов и темных эльфов и выгнали их из нашего королевства. Уверенно заявил он. Глава 333. Еще один квест королевства. Хаймымым. Король моргнул, хлопая густыми ресницами. Он отказался дать этому парню какую-либо помощь, насколько он мог вспомнить. Но сейчас он стоял перед ним и заявлял, что успешно прогнал не только темных эльфов, но и демонов, вторгшихся в их земли. Подождите, с каких это пор так много демонов вступили в королевство греш? Почему он ничего об этом не знал? Молодой король нахмурился, делая две ямочки на щеках более заметными. Он пристально посмотрел на Лема, оглядывая его сверху донизу, пытаясь разглядеть в нем все. Однако Лем молча стоял с вежливой улыбкой, ожидая, что король сделает все, что захочет, и ответит так, как захочет. Только Мия была в холодном поту, потому что Лем не просто приписывал в заслуги не только темных эльфов, но еще и демонов. Разве не он привел сюда демонов? Что произойдет, если эта тайна будет раскрыта? Мия не была тупой, и она знала, что король такого большого королевства, как греш, также не мог быть тупым. Лем по сути играл двойного агента, пожиная награды как со стороны людей, так и со стороны демонов. Что произойдет, если это выяснится? Зная жесткие штрафы в этой игре, он, вероятно, будет схвачен и заключен в тюрьму или быстро приговорен к смерти. И все же этот парень хладнокровно врал сквозь зубы. Сложив руки за спиной, она скрестила пальцы, молча надеясь, что все получится. Между тем, Лем и молодой король все еще были вовлечены в соревнования и в гляделки друг с другом. Они продолжали молча смотреть друг на друга, ни одна из сторон больше ничего не говорила. Лем не стал говорить, потому что хотел заставить жирную овцу потеть. Король не стал говорить, потому что он не мог сказать то, что он действительно хотел произнести, поскольку в данный момент также присутствовал и канцлер. Поскольку он недавно взошел на трон, то не мог поставить под угрозу свое положение таким образом, поэтому он также не мог дать больше юнитов, чтобы поддержать Лема в вопросе темных эльфов. В конце концов, так или иначе, все было улажено гладко. Однако во всем этом деле все еще было что-то тревожное, что делало короля подозрительным и беспокойным. Как мог недавно назначенный герцог сделать что-то настолько значительное без адекватной поддержки? Он постучал пальцами по стулу, имея миллион вопросов в своем уме. Если человек перед ним действительно был настолько силен, то это было еще одной причиной, по которой он должен был опасаться его. Стиснув зубы и проглотив то, что он изначально намеревался сказать, король, наконец, ответил. Хорошо, хорошо, вы внесли большой вклад в наше королевство, в качестве награды я. Однако Лем быстро прервал мужчину. Пожалуйста, ваше величество, никакой награды не требуется. Он смиренно покачал головой и поклонился один раз, прежде чем снова блеснуть вежливой улыбкой. Хотя его действие по прерыванию короля было грубым, никто не мог спросить с него после этих жестов. Тогда, для чего вы здесь, говорите? Король заскрежетал зубами. Да, ваше величество, я здесь с той же целью. Бесстыдно продолжил Лем. Хотя мы каким-то образом уничтожили злоумышленников с нашей территории. Земли и леса были уничтожены. Они больше не обитаемы. Только яд гниет в земле. Хайм им им. Король слушал его, его взгляд холодно задержался на Леме, задаваясь вопросом, куда тот клонит. Эти земли находятся в границах королевства. С ними можно будет разобраться после того, как угроза демонов будет нейтрализована. Ваше величество. Начал было Лем, но король покачал головой и оборвал его. Было бы лучше, если бы все пока сосредоточились только на этом. Глаза Лема дернулись, но он не сдался. Я полностью согласен с вами, ваше величество. Эти земли не являются нашим приоритетом. Да, король кивнул. Эти земли, вероятно, разрушены без посторонней помощи. Они бесполезны, и усилия нашего королевства будут потрачены впустую, пытаясь восстановить их. Да, действительно. Эти земли больше не имеют никакой ценности. Они просто бельмо на глазу, прыщ, черная метка на прекрасной местности нашего королевства. Им им им. Да. Так почему бы мне самому не взять эти земли и не спрятать их? Да, король ответил небрежно, только потом в замешательстве моргнув, что только что произошло. Он сделал ошибку и ответил слишком быстро, не думая, что спрятать, что вы пытаетесь сказать. Лем внутренне усмехнулся, увидев, как молодой парень возится. Он знал, что земли почти у него в кармане замешкался. Я имею в виду, ваше величество, мне отчаянно нужен кусок земли, чтобы создать нашу базу. Это помогло бы нашим операциям гильдии, если бы у нас была резиденция. Мы могли бы лучше сражаться с демонами и вносить свой вклад в благосостояние королевства в меру наших способностей. Если вы любезно позволите мне создать свое поместье на этих землях, тогда я смогу использовать эти пустоши с пользой. Они больше не будут бельмом на глазу. Я мог бы также медленно попытаться восстанавливать их во времени. Поэтому, пожалуйста, позвольте этому смиренному слуге снять это бремя с уважаемого канцлера. Что? Канцлер, который все это время тихо слушал, внезапно напрягся, услышав упоминание о себе. У него было странное выражение лица, когда он безмолвно открывал и закрывал рот. Однако Лем не дал ему возможности заговорить. Он просто продолжал двигаться вперед. Пожалуйста, позвольте мне служить вашему величеству и королевству. Да здравствует король! Да здравствует королевство! Лем опустился на одно колено и поклонился перед мужчиной. Дерг сделал то же самое, имея вскоре последовало за ним. Все трое кланились королю с величайшим уважением с дико горящим боевым духом в глазах. Такое зрелище заставило даже короля на секунду потерять дар речи. Кроме того, вокруг также были канцлеры и охранники. Но только для этого, как он мог отдать такую огромную территорию земли? Он громко откашлялся и махнул рукой. Восстаньте! Я понимаю, что ваши намерения хороши, но я боюсь, что не могу освободить эти земли для вас. Мужчина решительно покачал головой. В знак признания вашего вклада я вручу вам тысячу золотых монет, а также еще 20 акров по вашему выбору. Согласно вашему статусу, я боюсь, что это предел. Ваши намерения могут быть хорошими, но будут другие административные вопросы, поэтому лучше сосредоточиться на важных вопросах. Настала очередь короля улыбнуться. Теперь он понял, почему этот человек подбежал к нему, хвастаясь своим достижением. Он тактично схватил эту неприятную проблему и пресек ее в зародыше. Он чувствовал себя вполне удовлетворенным этим результатом. Но то, что его беспокоило, было. Новоназначенный герцог совсем не выглядел удрученным, хотя его только что грубо отвергли. Спасибо, Ваше Величество. Я очень благодарен за эту награду. Я с радостью приму это. Лям улыбнулся и поклонился, и соответствующее уведомление также появилось перед ним. Он не колебался и быстро принял его, нажав да. Это не стало неожиданностью для короля, и он усмехнулся, махнув рукой. Теперь вы все можете уйти. Ваше Величество, пожалуйста, простите меня. Есть еще один вопрос, который мне нужно обсудить с вами наедине. Мия посмотрела на Ляма, задаваясь вопросом, о чем он сейчас говорит. Их улов был уже довольно хорош. Может быть, они не должны слишком сильно испытывать свою удачу? Король также выглядел одинаково удивленным. По совпадению, выражение его лица было почти таким же, как у Мия. Оба они выглядели невероятно красивыми и элегантными по-своему. Хаймымым, говорите, сказал король. Ваше Величество. Лям нерешительно посмотрел на канцлера, который все еще стоял рядом с ними. Все нормально. Вы можете говорить. Я понимаю, Ваше Величество. Лям поклонился и продолжил. Я боюсь, что у меня плохие новости. Мои люди недавно задержали несколько человек, утверждающих, что Ваше Величество намеренно позволили деревням на юге сгнить. Я был в пути, приводя этих преступников к вам, когда группа демонов задержала нас. Нам удалось успешно справиться с демонами. Тем не менее, мы потеряли людей в этом процессе. Боюсь, эти люди все еще на свободе, распространяя сплетни и слухи о слабости нашего королевства. Они каким-то образом знали и о темных эльфах. Они утверждают, что королевство медленно рушится. Если мы позволим этому продолжаться. Лям вздохнул. Все остальные выглядели так, как будто они были в глубоком раздумье. Куда он собирался с этой новой историей? И следующая секунда. Боюсь, это была главная причина, по которой я поднял тему пустоши. Если Ваше Величество позволит мне временно контролировать их, я смогу убедиться, что о земле хорошо заботится, и эти слухи будут раздавлены до того, как они распространятся. Лям говорил торжественно. Услышав это, все остальные, стоящие вокруг, были совершенно ошеломлены. Этот парень все еще говорил об этих землях. Он действительно не планировал отпускать их сегодня. Подобная мысль пронеслась и в голове короля, когда он потер виски. У него уже было слишком много на его тарелке с демонами, и теперь этот недавно назначенный герцог начинал еще одну головную боль. И если читать между строк, в его словах также была тонко завуалированная угроза. Теперь король был зол. Этот парень был похож на вредителя, который просто не переставал беспокоить его. Похоже, господин герцог действительно настаивает на том, чтобы помочь мне в этом вопросе. Он холодно фыркнул. Хорошо, я соглашусь на вашу просьбу. Вы можете временно контролировать эти земли и создать свою базу операций в этом районе. Однако мне нужно, чтобы вы сделали две вещи в обмен на это. День унсубсцрибе системное сообщение доступен новый квест королевства. День унсубсцрибе системное сообщение успешно захватить пространственный разлом и зачистить демонов внутри разлома. День унсубсцрибе системное сообщение награды за квест аренда южных пустошей. День унсубсцрибе системное сообщение вы хотите принять? Да нет. День унсубсцрибе системное сообщение доступен новый квест королевства. День унсубсцрибе системное сообщение восстановите южные пустоши и сделайте их снова пригодными для жизни. День унсубсцри бессистемное сообщение награды за квест. Благодарности доверия короля. День унсубсцри бессистемное сообщение штраф за провал квеста. Ограничение прав на аренду южных пустошей. День унсубсцри бессистемное сообщение вы хотите принять? Да нет, джекпот. Лям ухмыльнулся, быстро принимая оба задания. Затем он больше не задерживался перед королем. Он знал, что он уже был на тонком льду. Он с готовностью поклонился и засвидетельствовал свое почтение, уходя, не сказав ни единого лишнего слова. Мия и Дерек послушно последовали за ним. У Мия особенно было много вопросов к нему, но сейчас было не время для этого. Трое из них почти буквально убегали из королевского дворца. Король потер виски, наблюдая за этим нелепым зрелищем, а канцлер тупо уставился. От начала и до конца канцлер даже не успел открыть рот. Он просто стоял там. Он не мог не задаться вопросом, почему его вообще пригласили. Глава 334. Этому человеку нельзя доверять. Когда Лям, Дерек и Мия покинули дворец, канцлер и его охранники последовали за ними, оставив короля в покое. У молодого короля было странное выражение лица, когда он встал и вернулся в свою комнату из сада. Но внезапно, как только он вошел в комнату, перед ним материализовалась фигура в сером плаще, как будто он появился из воздуха. Король, однако, не удивился, увидев это. Что это, Рава? Спросил он. Его голос был странно сладкий, как нектар, вместо нормального хриплого тона. Отвечая ему, фигура в сером плаще вежливо поклонилась, а затем ответила. Ваше величество, этому человеку нельзя доверять. Хай-м-м-м, почему ты так говоришь? Король снял корону, выпустив длинные каскадные мягкие пряди фиолетовых волос. Он также удалил слой кожи со своего лица, который выглядел как маска, открывая несравненно красивый внешний вид. Теперь вместо молодого короля в комнате стояла элегантная красивая женщина. Он. Фигура в сером плаще запнулась, как будто он больше не мог сохранять невозмутимое лицо. Он посмотрел вниз и только тогда продолжил. Я чувствую от него запах жадности и жажды крови. Я также чувствую запах чего-то другого, другой энергии. Что-то зловещее окружает его. Я чувствую это. Хай-м-м-м. Женщина взъерошила волосы и плюхнулась на кровать. Человек, разговаривающий с ней, был ее личным охранником, который стоял рядом с ней с детства. Поэтому она доверяла ему и прислушивалась к его советам. Но даже если бы он не указал на это, она интуитивно могла сказать, что новый герцог не замышляет ничего хорошего. Как и любой другой мужчина вокруг нее, этот человек тоже чего-то хотел от нее. Они все одинаковы, король или, скорее, молодая женщина пробормотала и крепко обняла свою подушку. Они все наблюдают за мной и ждут, когда я потерплю неудачу. Они хотят забрать у меня все. Рава. Фигура в сером плаще сжала кулаки, но промолчала. Затем он наблюдал, как женщина заснула, слишком усталая и измученная. Между тем, Мия посмотрела на Дерека, который молча шел рядом с Лямом или, скорее, на шаг позади него, как верный телохранитель. Он был спокоен и собран, как будто то, что только что произошло, не имело к нему никакого отношения. Он реагировал только тогда, когда Лям спрашивал его о чем-то. И он также говорил только тогда, когда с ним разговаривали. Мия тихо вздохнула. Она не могла быть такой, хотя она была не так плоха, как Эликс, которая жаждала узнать все глубокие темные секреты Ляма. Она хотела знать некоторые вещи, чтобы лучше планировать. Иногда работать с Лямом было все равно, что ходить с завязанными глазами. Она понятия не имела, что произойдет и когда. Как раз когда она внутренне обдумывала, спросить ли парня, она неосознанно наткнулась на что-то. Она подняла глаза и увидела, что Лям остановился, и она по ошибке врезалась в него. «Извини», — сказала Мия, — «старайся оставаться как можно более спокойной и собранной». «Что? О чем ты так глубоко задумалась?» Лям усмехнулся. «Как дела у Алекс? Она в порядке?» Он догадался, что она, вероятно, беспокоится об этом, поэтому он спросил ее. «О, я забыла», — выпалила Мия. «Алекс только что вошла в систему несколько минут назад. Дай мне секунду. Я хочу быстро позвонить ей». Уже Лям был удивлен. «Хорошо, не торопись. Кроме того, скажи ей, чтобы она отдохнула как следует. Важно сохранить психическое здоровье. Особенно ее психическое здоровье», — добавил Лям не так громко, посмеиваясь про себя. Мия кивнула и отошла в сторону. Тем временем у Ляма состоялся разговор с Дереком, который давно должен был произойти. «Как сейчас поживают твои мать и сестры?» «Была ли операция успешной?» «Да, мистер Лям. Все прошло гладко. Я чрезвычайно благодарен за вашу помощь. Я буду». Лям усмехнулся и тут же остановил его. Он уже знал, что парень собирается сказать. «Хорошо, этого достаточно. Я много раз просил тебя перестать благодарить меня. Ты меня не слушаешь?» Услышав это, Дерек сразу же напрягся, и выражение его лица стало серьезным. Лям быстро снова прервал его. «Расслабься. Я просто пошутил. Кстати, ты сейчас можешь уделять время игре? Или тебе нужно больше времени?» «Нет, мистер Лям. Я могу играть сейчас. Я закончил выполнять все необходимые обязанности». «Хорошо, в таком случае, с этого момента мы будем очень усердно работать. На самом деле, есть еще кое-что, что я должен тебе сказать. Дерек, что ты думаешь об этой игре? Спросил Лям. Это было не то, что он должен был говорить кому-либо посреди дороги, но у него не было другого выбора. Увидев Алексе все, что произошло в последнее время, многие уже должны опасаться продолжения игры. Таким образом, он не планировал скрывать вещи от всех дольше. Пришло время всем узнать правду. Дерек, послушай меня внимательно. «То, что я собираюсь сказать, может показаться сумасшедшим, но ты должен попытаться поверить мне. Этот мир скоро изменится». Затем Лям терпеливо объяснил все, что мог, и в то же время изо всех сил старался не перегружать парня. Даже если это был Дерек, он знал, что это будет слишком, чтобы переварить. Но удивительно, что тот отреагировал немного лучше, чем ожидалось. «Ты беспокоишься?» Лям спросил. Дерек покачал головой. «Я доверяю вам». Он дал короткий и краткий ответ, который, однако, говорил о многом. Лям был ошеломлен на мгновение, прежде чем расплыться в улыбке. «Хорошо. Это хорошо. Ты должен как можно скорее подготовить паспорта своей семьи и другие официальные бумаги. Будет лучше, если ты скоро переедешь ко мне. Получение документов может создать некоторые проблемы, но нет ничего, что не могут решить деньги. Кроме того, тебе нужно получить игровые капсулы для других членов вашей семьи. Пусть они войдут в систему и сыграют в игру. У тебя есть вопросы почему-либо из этого? Нет, сэр», — Дерек кивнул. Глава 335. «Багровая бездна», — когда Мия закончила разговор с Эликс, она вернулась, обнаружив Ляма и Дерека, стоящих в тишине. Однако эти двое, похоже, были глубоко погружены в свои мысли. «Что-то случилось?» — спросила Мия. И Лям покачал головой. «Ничего, у меня есть дела. Как насчет того, чтобы закончить процесс регистрации гильдии, и Дерек, ты можешь купить некоторые расходные материалы для всех. Мы можем встретиться с остальной частью команды за пределами города через пять часов. Обязательно хорошо отдохните», — Лям быстро заговорил, а затем начал идти, но Мия нерешительно окликнула его. «Лям, подожди. Аликс хочет поговорить с тобой. Хайм и мы? Разве мы не встречаемся через пять часов? Тогда мы сможем поговорить». Он не повернулся к ней лицом и просто ответил, стоя спиной. «Хорошо», — Мия не выглядела разочарованный. «А как насчет названия гильдии?» Лям снова сделал паузу на мгновение. Затем он открыл рот и медленно пробормотал. «Багровая бездна», — он сказал два слова, которые по какой-то причине были у него на уме. «Не лучше ли просто сохранить название небесное возмездие?» — спросила Мия. «Кто-то еще мог понять ее слова не так, но Лям знал мысль, стоящую за ее вопросом, поэтому он не возражал против этого. Ты хочешь скрыть мою личность?» — спросил он. «Да, это может быть козырной картой в кризис. Это невозможно. Когда мы сделаем то, что собираемся сделать, весь мир все равно будет смотреть на нас. Нет смысла оставаться в тени», — Лям усмехнулся. Он не сказал, что эта игра никогда не позволит никому развиваться так мирно. Когда человек делал шаг вперед, дюжина других ждала его, чтобы оттолкнуть назад. Именно так была разработана эта игра. Или, скорее, такова была жизнь. «Давай просто использовать рекламу, чтобы набрать больше людей». Мия кивнула в знак согласия, в то время как Дерек, как обычно, выглядел так, как будто ему было все равно. После этого они втроем разошлись. Двое других отправились выполнять отведенные им задачи, а Лям сразу же подошел к гостинице, чтобы ненадолго выйти из системы. Он вышел из игровой капсулы в своей комнате и потянулся. «Черт, мне нужно немного поспать». Он дотащился до кровати и заснул как бревно. «Между тем в таверне, где все отдыхали, с сестренкой Юэ. Одна маленькая девочка яростно жевала мясо во рту. Она не была маленькой, но по сравнению с двумя женщинами, сидящими рядом с ней, она казалась слишком молодой и неразвитой в некоторых областях. Мэй Мэй снова подтолкнула Шэнь Юэ. «Сестренка Юэ, ты это видела?» «Брат, вышел из системы. «Быстрее, быстрее. Это ваш шанс». «Шанс». Шэнь Юэ была смущена. «Не делай вид, что не понимаешь, сестренка Юэ. Ты слишком пассивна. Ты слишком отстаешь. Ты же понимаешь?» Мэй Мэй указала пальцем и страстно заговорила. «Я не хочу, чтобы эти две лисицы съели моего брата живьем. Я бы предпочла, чтобы съела его такая лисица, как ты». Выпалила она, невнятно произнося слова. Шэнь Юэ мгновенно покраснела. Она знала, что девушка, вероятно, говорила, не задумываясь о значении своих слов, но, тем не менее, в ее голове всплыл образ, и она очень смутилась. «Что толку стесняться здесь, сестренка Юэ?» «Просто выйди из системы». «Послушай меня, просто выйди из системы». «Ум». Шэнь Юэ потерял дар речи. Она не могла заставить себя быть такой бесстыдной и опуститься до такого уровня. «Он, должно быть, спит. Давай не будем его беспокоить». Она молча потягивала свой напиток и смотрела на женщину с рыжими волосами, сидящую напротив них. Алекс уже вернулась в игру и была сдержанной с тех пор, как вошла в таверну. Шэнь Юэ хотела спросить, все ли с ней в порядке, но решила не делать этого, предоставив человеку некоторое пространство. Вскоре Мия сообщила всем планы, что они должны встретиться через пять часов. Половина группы вышла из системы, а другая половина рассеялась, занимаясь случайными делами. Некоторые из них даже направились к башне ПВП, чтобы погриндить там. Шэнь Юэ и Мэй Мэй также занимались собой. Первая оттачивала свои кулинарные навыки, а вторая оттачивала свои навыки еды. Вскоре прошло несколько часов, и Лям снова вошел в систему. Он не хотел спать все пять часов, так как у него было несколько дел перед встречей. Он шел по улицам города и остановился у продавца еды. Он снова купил кучу цыплят и кроликов. Затем Лям вышел из города и устроился в удобном месте, хрустя костяшками пальцев. Время начинать. Он достал маленькую лису из своего плаща, положил ее на бок и, наконец, начал свою работу. Он схватил цыпленка и свернул ему шею, начав процесс ковки с нуля. Хотя он в настоящее время находился в царстве Сион, он решил сделать это, потому что использование маны таким образом также помогало ему тренировать свой контроль маны и манипуляции. В отличие от его навыков манипулирования пустотой, его манипуляции маной были несколько недостаточными. Выполнение этого заботилось о нескольких аспектах его обучения, поэтому Лям вытер под солба и продолжил атаковать маленькую бусину души дюжиной крошечных молоточков маны. Пока Лям был занят тренировкой и увеличением размера своей армии призрачных цыплят, маленькая лиса сбоку лениво зевнула. Она открыла свой маленький рот, обнажив острые серебряные клыки. Удивительно, но перед ней была клетка с кроликами. Кьюю. Луна усмехнулась. Она была голодна, и это было ее любимое мясо. Она ничего не ждала и сразу набросилась. Как могла маленькая дребезжащая металлическая клетка содержать мощь небесного зверя. Она тут же сдалась, и все кролики завизжали и разбежались. Когда Луна бросилась вперед, чтобы сыграть в игру «Догоняй, лови и ешь», она, наконец, заметила, что Лям занят и усердно работает. Она тут же с визгом остановилась, виновата оглядываясь по сторонам. Мысль о том, что, возможно, кролики не предназначены для нее, медленно осенила ее. Но она уже съела трех из них, а нет. Ее большие круглые голубые глаза выпучились в панике, и в следующее мгновение ее маленькая фигура расплылась. Свист. 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 Только белое пятно можно было увидеть, когда она бегала и ловила всех сбежавших кроликов. Но вместо того, чтобы бросить их в свой пищевод, она засунула их обратно в сломанную клетку. Бесполезно. Клетка была полностью разрушена. Кьюю. Ша-ша-ша-ша. Она пригрозила кроликам, чтобы они не убегали, и они молча дрожали. Однако главная проблема все еще оставалась. Она уже съела троих, и Лем наверняка заметит это. Она огляделась и принюхалась. Внезапно ее осенило вдохновение. Она пробежала несколько метров справа от них, где группа ужасных волков рычала и гордо ходила, заявляя о своей территории. Кьюю. Это будет сделано. Луна усмехнулась. Глава 336. Тебе нужна порка. Через несколько минут Лем глубоко вздохнул и посмотрел на готовую кованую бусину души. Эта бусина души выглядела более полированной, чем оригинальная, и сияла, как бриллиант. Он ввел в нее порцию маны, и цыплен окожил, как будто он никогда не был мертв. Он взмахнул своими призрачными крыльями и завизжал, готовый нырнуть в бой. Луна подпрыгнула, ее три хвоста покачивались в воздухе. Она смотрела на цыпленка своими большими глазами. Кьюю. Она склонила голову на бок, задаваясь вопросом, что это за странная птица. Цыпленок также повторил тот же набор движений, склонив голову на другую сторону и глядя на лису. Эти двое выглядели комично, и Лям усмехнулся при виде этого. Однако в следующую секунду Луна неожиданно подняла лапу. Лям увидел это, и он сразу понял, что произойдет. Луна собиралась сильно ударить цыпленка. Черт, нет, я только что выковал эту нежить. Лям покрылся холодным потом и поспешно схватил ее. Нет, Луна, стоп. Он потянул ее за шкирку и поднял, из-за чего Луна теперь болталась в воздухе. Я думаю, тебе нужна порка. Ты вообще знаешь, сколько неприятностей ты доставила мне в последнее время. Кьюю. Хозяин, извини. Лям был удивлен. Луна очень редко использовала свою ментальную связь, чтобы говорить. Он проверил лису сверху до низу, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Ты в порядке? Он снова спросил ее. Да, хозяин. Лиса скривила нос и уставилась на Ляма с застенчивой улыбкой. Хайм-эм-эм. Лям был сбит с толку, почему мелочь использовала такое выражение, когда он случайно повернулся в сторону и увидел искореженную клетку. Здесь и там было несколько капель крови, и количество кроликов уменьшилось. Что еще более важно, вместо кроликов в одну клетку были втиснуты три ужасных волка. Все они выглядели избитыми и измученными. Это был, вероятно, единственный раз, когда кролики и волки сидели рядом друг с другом, как будто они были лучшими друзьями. Так вот почему. Лям беспомощно покачал головой и усмехнулся. Он положил непослушную лису вниз. Его взгляд был прикован к ужасным волкам. Продолжение следует...